Добрый день всем! Спасибо, что пришли. Спасибо всем, кто нас по ту сторону экрана смотрит нас в ютубе. Значит, суточный, многосуточный, многодневный бег, формула выживания. Я тут задумался вообще, есть ли такая формула, а если есть, что она себя там представляет. Но как бы в четкие математические рамки, это точно не облечь эту формулу, но это скорее стратегия определенная, которая позволяет двигаться практически ровно столько долго, сколько вообще хочешь двигаться, на что себя сподвиг. Ну и главное, что хотелось бы перед тем, на чем говорить, что в длинном беге стоит усвоить, особенно в свердленном беге, то, что это место, где нет соперников никаких, кроме тебя самого, и нет лучшей мотивации, чем самопознание и победа исключительно с самим собой. Потому что вот эта философия, она работает. Иные мотивационные составляющие, когда я приехал там всех порвать, я приехал занять какое-то место, я приехал выиграть приз там, где он есть, оно может работать какое-то время, но очень недолго, я могу сказать, это точно. И еще чем опасна такая философия, скажем так, меркантильная, тем, что да, действительно есть люди уникальные, которые приходят в суточный или многодневный бег и действительно способны одержать там сразу, без даже огромного опыта, ну и просто склонны к этому, способны одерживать какие-то победы. Но если они не проникают в глубину этого бега, не проникают в глубину себя, внутри этого бега, тогда очень скоро наступает разочарование. Я так всегда, когда вижу таких людей, у меня такая формула есть, 3-5 лет я даю. Обычно вот этот срок, в который человек укладывается, а потом почему-то исчезает. Почему он исчезает? Потому что я приехал сегодня, я выиграл какой-то престижный старт, трехсуточный, десятисуточный, шести, забрался на эту тумбочку, получил какой-то приз. Приехал в следующий раз, опять выиграл, либо попал в призеры. А приехал еще один раз, и там просто ребята сильнее меня или у меня не сложилось, да, и погода была не моя, там луна не там была. И я не выиграл сегодня. И если я бегу ради победы исключительно и ради почитания после вот этого финиша, а не проникая в глубь этого бега, то мне это становится неинтересным, я не понимаю, зачем мне бежать. Вот я уже все отыграл, и в принципе мне здесь уже как бы делать нечего. Надо искать себя в какой-то новой ипостасе. Кстати, так часто и делают наши звезды сверх марафона, которые появляются, и начинают выдумывать какие-то новые виды бега, новые виды там спорта и прочее. Что еще важно понимать, когда вступаешь на этот путь, то что в беге, особенно в многосуточном, многодневном, это как высотный альпинизм я все сравниваю. Я очень люблю смотреть фильмы про альпинистов, которые ходят на восьмитысячники, именно высотный альпинизм. Это то место, что вот этот бег, что высотный альпинизм, где в принципе не все можно купить за деньги, или скорее всего этого не купишь за деньги, и не все решается технологиями. Потому что любая высокотехнологичная одежда, она помогает. Любые деньги, они помогают начать проект и как-то его продолжить. Но ни технологии, ни деньги не гарантируют, что ты в принципе заберешься на вершину и вообще не гарантируют, останешься ты живой. Вот нет никаких гарантий. То же самое в любом многосуточном соревновании. Там организм работает в таком режиме, что умереть тоже легко, просто себя не прочувствуешь. Если действительно заниматься каким-то погоней там за призраком в виде приза или чего-то, себя загнать, ни один врач уже не спасет. Ты просто себя загонишь, потому что это реальная работа на износ, на сверхнагрузки и прочее. В общем, это важно. И если перейти к формуле, константами можно даже записал. Вот константы общей большой формулы бега, вот эта многодневная, это базовая подготовка и несгибаемая мотивация и способность терпеть боль, лишение и счета вот на протяжении многих дней. Вот. И понимая и принимая все риски, вплоть до того, что ты рискуешь здоровьем и даже жизнью. Это тоже реально, это невысокие слова, это так и есть. А к переменным относятся погода, условия трассы, коллеги по работе, семья, настроение и прочее. Все переменные. Их может быть сколько угодно. Но они влияют на все это. То есть без константы никуда, а переменные у каждого свои. И дальше, если говорить, можно из того, что я сказал ранее, подумать, что вот стоит вот такой великий и рассказывает, как это сложно, как это нельзя сделать и могут делать только единицы. На самом деле ультрамарафонцами не рождаются, ими становятся. Ну, кстати, для понимания, повторюсь, что не встаю повторять, для меня понимание ультрамарафона то, что за сутками. То, что до суток, я называю сверхмарафоном. А ультрамарафон это для меня не игра слов или там терминология. Это просто, я когда впервые попал вот на шестисуточный бег, имея за плечами очень много суточных и много многодневок, я понял, что значение слова ультрамарафона. Это вот ультрамир, где все по-другому, где, как всегда говорю, по-другому пахнет воздух и другие совершенно мироощущения. Поэтому там ультрамарафон. Так вот, ультрамарафонцами не рождаются. Вот мой пример личный, это более чем достойный, потому что у меня не было никаких предпосылок к тому, чтобы заниматься длинным бегом, потому что у меня была куча болезней врожденных и не очень. В общем, грубо говоря, там к 26 годам, когда я бежал в свой первый марафон, совершенно неожиданно для себя, если бы я дальше бегать не начал, ну, я, наверное, очень быстро стал бы каким-то инвалидом, жил бы на таблетках и вот сейчас перед вами точно не стоял бы и у меня не было никаких там грандиозных беговых планов и в будущем. Вот, потому что, судя по диагнозам врачей, у меня там были никакие легкие, никакой желудок, у меня плоскостопие последней модели, мне бегать вообще нельзя, мне сказали, что с трудом буду ходить и прочее, и прочее. Это просто как пример, это не обо мне. Значит, просто вот каждый становится либо благодаря, я считаю, либо вопреки. Вот Усейн Болт бегает благодаря, он талантливый, да, он способен пробегать очень быстро свою стометровку или Кипчога, да, вот он способен выбежать из двух часов марафон. Они бегают благодаря, у них есть к этому. А можно бегать вопреки, вот вся моя беговая история, она вопреки, вопреки болезням, вопреки обстоятельствам, ну, может быть, на этой злости и куда-то дальше и дальше идешь. Вот, ну и плюс еще это устройство мозга определенное. У меня мозг устроен так, что я, когда вижу что-то новое или узнаю про какую-то идею, там, ну, про старт, например, у меня это может вызвать эмоции как положительные и отрицательные, но и положительные и отрицательные может сработать на то, что завтра это будет вот главной идеей жизни на сегодняшний день. И так было с первым марафоном, о котором я узнал там за три недели до его прохождения, и до этого не бегло больше двадцатки и побежал. Так было там с первыми сутками моими и дальше-дальше. Вот, ну и здесь вот я как всегда об этом рассказываю, что на любую трассу, когда выходишь, неизвестную, незнакомую, первое, что, как я называю, понюхать трассу. То есть первый старт, он не всегда может быть таким удачным, успешным или там сразу прогремевшим. Это просто, пока не поймешь сам, вот можно много слушать, что такой марафон 42 километра 195 метров, да, или что суточный бег и 24 часа бега, ну и так далее. 100 километров от 100 километров уложиться в лимит. Вот, пока человек сам туда не выйдет, пока сам эту трассу не понюхает, пока не поймет, что такое 42 километра, он не может в принципе рассуждать о том, как он это пробежит, потому что бегая двадцатку с определенной скоростью, там половинку, да, можно строить какие-то планы. Но дело в том, что после тридцати наступает следующий этап, который вообще отличный от того, что было. А потом после этого строить планы там на сотню тоже будет более чем скоропалительно, потому что там отрезки становятся еще меньше. 40 и 50 это большая разница, 75 это очень большая, а сотня это вообще огромная разница. И как вот такая, как одна из формулировок, нельзя пробежав марафон за четыре часа подумать, что сотню пробежишь за 10, 4 плюс 4 плюс еще 2. Не работает. Никакая арифметика не работает, никакие формулы не работают. Вот, и в чем сложность была, если опять... Да. Нет, любая мотивация, она мотивация. И очень здорово, если воспринимать это вот с юмором, да, и вот пробежал, получилось, здорово. Не пробежал, не получилось, сделал выводы. То есть, главное, чтобы это не было таким ударом, что человек бросает вообще бег на всю жизнь, обижается на всех, на вся, но любит обижаться на организаторов, которые вообще есть ни при чем. Потому что, если что, всегда виноваты организаторы, плохая дорога. Ну, в крайнем случае, плохие кроссовки, потому что мне посоветовали плохие кроссовки. Я бы купил лучше. Вот. Ну, в общем, я говорю, понюхай трассу, да. Любой шаг в длинный бег, а потом еще тем более светлинный бег, это ты все время идешь в неизведанное пространство, и ты все время это пространство изучаешь. И ты примеряешь его только на себя. И проверяешь, можешь ли ты двигаться дальше. Это тоже очень важно понимать, потому что тут нет ориентиров ни на кого. Совершенно. Тут я вот приводил пример Кипчоги или Усена Болта, да. Ну, это уникумы в мире единицы, которые вот могут идти дальше. Не факт, что все мы можем выбегать в марафон из двух часов. Не факт, что многие могут выбежать даже из четырех. Вот. А из трех – это вообще молодец. То есть, надо понимать, нельзя примерять. Вот в длинном беге самое опасное – это примерять на себя чужую одежду или примерять на себя чужое поведение. Потому что все мы, люди, мы скроен каждый по-своему. Вот не устаю повторять. Каждый из нас – личность. Личность не только в плане личности, там, психологии, а в плане и физиологии. Потому что у каждого свои болячки, у каждого свой вот жизненный путь был позади. И каждый, как бы, ну, нет шаблона. Нельзя сказать, что все вот обязаны делать так или там иначе. В общем, надо искать свой путь, находить его и не надо расстраиваться, если окажется, что сверхдлинный бег для кого-то закончится там на 15 километрах. Потому что 10 – это длинный, а 15 – сверхдлинный. И это не значит, что человек, который бегает 15 километров, хуже чем-то того, кто бегает 150. Он ничем не хуже. Просто вот каждый находит свою нишу и в масштабах этой ниши он делает какую-то свою беговую работу или там получает удовольствие беговое. И вот по поводу понюхать трассу, опять же, вот этот термин «вернусь к началу». Вот обычный путь, вот я его проходил, я пробежал первый марафон, не слишком удачно, там, около четырех часов. Тяжело. Следующий тоже тяжело, не слишком удачно, но прошло там буквально пять лет и я уже там пробегаю за 2.45. То есть, сначала все пробуют себя, выходят на какую-то дистанцию и начинают внутри дистанции ускоряться. И вот здесь надо дальше понять. Вот я вышел на десятку, да, сначала я бегу там по семь минут, потом по шесть, потом пробежал по пять и смотрю, и все встал, да. Вот никак быстрее пяти не бежится. Это не повод для расстройства или понимания, что я какой-то там недоделан или недоделанная, да, вот неправильные и не бегун. Надо посмотреть, а может дальше интереснее. Взять опять, вспомнить про свои семь минут и попробовать пробежать там половинку. Потому что по пять ему точно не получится, ну, изначально. Улучшать ее, потом попробовать дальше, если это интересно. Может быть, вот понравится бегать эту половинку, всю жизнь ее улучшать, а когда улучшать уже перестанешь, просто бегать в свое удовольствие и не хочу я мучиться там. Вот мне хватает двух часов бега, вот, а четыре я не хочу. Или, наоборот, попытаться заглянуть дальше. Но не факт, что все время надо идти дальше. Потому что вот здорово, что появились соцсети, потому что, когда я начинал бегать, их не было. Опыта было, набраться негде, информации нет никакой. Вот. Сейчас здорово, что они есть, но плохо то, что люди, когда подпадают под влияние вот это вот массового мнения, что вот ты обязан или ты вообще ты никто. Да, вот что ты бегаешь там всю свою десятку уже пять лет, а я уже вон где. Я уже вон там 42 и завтра 43 побегу. Вот. То есть, надо двигаться по своему пути самому и, как бы, можно ориентироваться на людей. Надо обязательно смотреть на людей, обязательно набираться какого-то опыта, на себя его пытаться применять. Но это не факт, что надо подражать. И не факт, что ты должен либо на уровне кого-то, или выше там. Ну, в общем, понятно, да. То есть, каждый идет своим путем и каждый хозяин своей беговой жизни. Вообще, если так говорить, длинный бег, это похоже на путь монаха или такого глубоко верующего человека. Но это не значит, что бег выше Бога. Это не так. Просто надо понимать, что чем дальше ты бежишь, чем больше лет ты бегаешь, тем больше бег подчиняет и тебя, и жизнь твою. Вот ты начинаешь все раскладывать вот прямо вот, все связано с бегом. Потому что чем больше километров, тем больше это отнимает времени, тем больше надо это в жизнь как-то вот вплетать или соединять. Но здесь такой путь простой, что бег, в принципе, я вот называю, как дышать. Потому что, в принципе, у нас, как всегда говорим, у нас нет времени ни на что, да. Но у нас, если так проанализировать, человек вот не бегал вчера и завтра решил. Думает, а когда? Я там работаю, потом у меня семья или у меня просто быт, или я просто хочу отдохнуть или что, где там бегу. И начинаешь смотреть, а что в твоей жизни не так важно, как должно быть. Потому что, наверное, ни для кого не секрет, да, все мы кучу времени проводим с телефоном. Вот на это время есть всегда. Сидеть в сетях – это да. Отдай, не греши. А начинаем думать, что какие еще привычки можно, в принципе, минимизировать или искоренить. Потому что, если рассматривать бег как дышать, то получается, мы всегда, как бы мы не думали о том, чтобы дышать, мы не думаем о том, что, как там найти время поесть, поспать, отдохнуть и прочее. То есть, есть вещи совершенно нормальные, которые мы делаем, несмотря на то, где мы находимся, там, дома, в командировке, на отдыхе, в отъезде, мы делаем определенные вещи. Мы дышим, едим, спим, отдыхаем, там, еще что-то. И вот здесь, вот в этом перечне должен появиться бег, который будет как дышать. И если устранить все, что мешает тренировкам, то, в принципе, найдется место. Но здесь есть одна закавыка, что вот так вот, ставя бег впереди чего-то остального, можно превратиться в не совсем нормального такого фанатика, да, и в глубоко асоциального человека, который говорит, идите все, мне не до вас, я бегаю. Вот, но все мы живем в обществе и поэтому связь с обществом терять нельзя, тем более нельзя терять связь с семьей, потому что когда еще в семье антагонизм начинается и человек говорит, мне бег важнее, чем какие-то домашние дела, все должно идти в комплексе, все должно быть вместе и вообще фанатизм в любом его проявлении, он не слишком хорош, а в длинном, особенно в длинном беге, он даже плох, потому что именно фанатизм может довести вот до той самой, загнать себя и довести до смерти, потому что ты идешь к какой-то цели, не думая о последствиях. Это неправильно. Всегда есть превходящие обстоятельства, которых нужно помнить и всегда нужно делать выводы, но проще сравнение. Творческий человек там пишет картины, пишет рассказы, не обязательно публикует, он пишет для себя, чем-то еще собирает марки там филателист или нумизмат собирает монеты, неважно, этого время находится. Вот как для творчества можно найти время, так и для бега можно найти время. Это такой вид проявления человеческой сущности. Вот я так себя проявляю, я не трачу время на то, чтобы ходить покупать марки и потом в кляссер вставлять долго времени. Но я нахожу время для бега. Еще есть один большой плюс. Чем дальше движется цивилизация, тем мы больше понимаем, насколько дорогим становится здоровье. Это одно из самых дорогих и в плане материальном, и в плане вообще. То есть человек может заработать безумные деньги, но он никогда не купит себе здоровье. Он может купить себе шикарные обследования, там еще что-то, но это нет. Бег – это еще и повод прибавить себе здоровье. Причем практически бесплатный. Дальше к разговору, если о длинном беге. Я постепенно дойду до сути. Как к длинному бегу, к свердлинному бегу идешь долго, так мы к нему подходим. Надо понимать, что вот этот длинный и свердлинный бег – это не просто бег дольше или бег на большее количество километров. Это не просто увеличение физической активности. Это вот как раз, я говорю, что чем дальше бежишь, тем более духовным становится процесс. Я вас не в какую-то веру обрекаю. Нет, это просто без этого никак, потому что… Нет, это не вера. Дело в том, что если… Вот я опять же веду к тем, что кто бегает ради тумбочки. Когда человек стартует ради финиша и не видит вот этого отрезка, которому бежать, вот этот человек долго не пробегает. Почему? Потому что ты должен полюбить сам процесс бега, каждый из нас. То есть, мы бежим ради бега. А финиш, он приходит как бы… И финиш иногда с какими-то наградами, он приходит сам по себе как бы. Это уже вторично. Первично – сам процесс. Потому что, если не нравится процесс, то заниматься им как промежуточным действием не очень-то хочется. Ну вот, если бы нам просто нравился вкус еды, но не нравилось ее есть, то как? Значит, надо как-то глотать, зажав нос, да, а потом наслаждаться. Так не получается. Вот. А в длинном беге, это же процесс-то будет все дольше и дольше. Это же не просто так. То есть, то ли ты будешь терпеть этот долгий процесс все более долгий, то ли он тебе будет приносить все больше и больше удовольствия. Вот, как говорю всегда, любой старт – это праздник с большой буквы для меня. Я прихожу на старт, как на праздник, а не как на старт, на финиш, ради ожидания чего-то от финиша. Чем дальше бегаешь, и чем дольше бегаешь, тем больше удовольствия получаешь уже от осознания того, что ты можешь, в принципе, владеть своим телом. Вот мне приятно, да, вот я в выходной день, когда времени больше, я там выйду, прибегу там 40-50 километров, обвегу там все окрестности, и у меня будет гораздо больше информации, чем у человека, просто вот тоже проснулся в этот выходной день, вышел во двор, да, или там сходил куда-то в город. Раз. Мне приятно, что я, приезжая в любой город, незнакомый. Я, в принципе, обвежать его могу всеми своими ногами и узнаю даже больше, чем местные жители. Вот я обвегал практически весь Нью-Йорк, когда ездил туда бегать, ну и заодно и смотрел. Вот Манхэтт там точно весь, там Бруклин почти весь. Вот. И когда бегаешь, ты же забираешься в те места, где люди, которые живут здесь, они туда никогда не забредут, ну потому что это лишний километр-два, зачем? Или вот я, например, там пробежал всю Армению с севера на юг, я точно увидел гораздо больше, чем люди армяне, которые там родились и прожили всю жизнь, потому что, ну, им вообще в принципе ни к чему там на этот самый юг Армении рядом с Ираном ехать, там нет никаких целей. И даже те, кто ездят, вот, например, дальнобойщики, да, которые сколесили там всю страну, или там водитель, который на маршрутке возит людей. Он все равно видел меньше меня, потому что он пролетает это расстояние, а я каждый метр отмерил своими ногами. А когда каждый метр отмеряешь своими ногами, получаешь совершенно иные впечатления от любой местности. Потому что вот у меня, когда вот возвращался назад, я всегда понимал, что это другое. Вот. Просто вот бег, когда вот действительно каждый метр твой, и ты видишь город по-другому. Вот когда ты можешь Москву там все оббежать, это же приятно. Ну, не сразу, но постепенно. Вот. И потом очень хорошо, когда вот есть определенная база физическая, есть какой-то уровень подготовки определенный, тебя никогда не пугает, что ты сделал лишний крюк там 5 или 10 километров. Ну, не туда занесло, заблудился, вернулся назад, например. Или просто захотелось повернуть. Вот это тоже очень приятное ощущение, когда вот раз, ну и потом это происходит еще в более короткий промежуток времени, чем ходить пешком. Пеший туризм это тоже здорово, но бегом ты сделаешь все гораздо больше и быстрее, и гораздо больше увидишь. Это 200 процентов. Если говорить дальше о продолжении духовного пути, длительного бега, это постоянный процесс самопознания. Я вот опять возвращаюсь к тем словам. То есть, ты познаешь себя в беге и бег в себе. И чем дольше бежишь, тем больше внутри себя понимаешь. Потому что очень много чего приходится преодолевать, очень много чего приходится терпеть. И ты, в принципе, если это интересно, начинаешь выяснять пределы возможного. Пределы себя, вот что ты можешь. Потому что, если сравнивать нас, например, с профессиональными спортсменами, я говорю только о любителях. И вообще, я всегда разговариваю только с любителями. Профессионалы меня слушать не будут, им это неинтересно. Профессиональный спортсмен – это работа. Он приходит в сборную, например, бегать, он четко понимает, у него есть такой отрезок времени, промежуток. Достаточно небольшой. Сколько-то лет. Ну, зависит от вида спорта, но в беге он еще меньше. И за этот промежуток времени человек должен, в принципе, из себя выжать три себя, чтобы заработать максимум. Заработать не всегда деньги. Да, где-то там огромные призовые, но они не везде. Значит, заработать можно, например, имя, чтобы потом стать тренером, и чем у тебя больше званий, чем больше ты победил, тем дороже ты будешь как тренер востребован. Может, кто-то хочет заняться потом в общественной деятельности. Опять же, у него есть имя, его знают, ему легче. Кто-то хочет устроиться в хорошую фирму, потому что глава корпорации любит бег, ему, в принципе, здорово. Говорит, а у меня вот такой работает. Бывший спортсмен вы знаете, не знаете, но сами виноваты. Вот. То есть, и эти люди поставлены в такие рамки, почему профессиональный спорт нельзя сравнивать с любительским, потому что наш бег, как любителей, прежде всего прекрасен тем, что нам не надо пить какие-то там усилители вкуса, да, ну вот я имею в виду. То есть, подгонять себя какими-то вещами, которые стимулируют вот именно твой быстрый старт сегодня с финишем максимально близким к победе или к победе. Потому что нет такой цели себя загнать, тем более непонятно, что наступит потом. То есть, когда закончилась твоя профессиональная деятельность, там пять лет, что будет потом после того, как ты употребляешь вот эти, я не говорю, что вредные вещества, просто стимуляторы. Я вот вообще всегда для себя считал и как бы практика показала, что это правильно, что чем дальше ты бежишь, чем длиннее твой бег, ну, например, вот тот многосуточный, да, я вообще боюсь во время многосуток пить какие-то таблетки. Я боюсь, потому что организм в это время, он действительно, он работает как струна натянутой, он на грани вот выживания и вот этой какой-то таблеткой можно нарушить вот это. То есть, когда организм борется сам, когда он сам преодолевает свои внутренние силы, вытаскивает, он борется, он контролирует ситуацию. Вот, если ты начинаешь ее забивать таблетками, она может раз поможет, два поможет, но вот десять суток точно их не пробежишь, просто не доживешь. У меня был личный опыт всего один раз, а когда я воспользовался обезболивающим, который дал мне друг, сам он в сборной бегал 100 километров, он говорит, Андрей, ну вот слабейшая таблетка, если вдруг совсем не втерпешь, то ее просто съешь и, ну, хотя бы там уснешь на час, ты без боли будешь спать. У меня было так, что было совсем плохо, я забрался в палатку, съел таблетку и чуть вообще не скончался, то есть мне стало еще хуже. И я понял раз и навсегда, что это лишнее, потому что вообще вот, когда идут сверхнагрузки, лучше, лучше вовремя остановиться, когда ты почувствовал, что все. Нельзя, как в футболе, получить там травму, забрызгать ее этой заморозкой и выступая, выходить на поле снова, ну, потому что скоро матч закончится и все. А если я буду бежать десять суток и брызгать себя заморозкой, я могу стать инвалидом потом на всю жизнь. То есть любая боль, она еще как бы организм тебе сигнализирует. И ты, когда понимаешь, что пределы твоей боли, вот ты его достиг, значит ты достиг предела организма. Ты дальше не можешь терпеть, это уже называется травма несовместимая с бегом. Ну и хорошо, конечно, что если травма несовместимая с бегом, там не есть смерть, правильно? Потому что надо всегда думать о том, что мы бегаем для себя, мы бегаем ради там собственного удовольствия, либо самосовершенствования. И этот старт не последний, он просто вот не бывает каких-то неудачных стартов, да? Вот я сразу. Любой старт – это опыт. Вот. И если ты делаешь выводы из опыта, делаешь сам, потому что это твое личное, тебе наплевать совершенно, что там скажут люди. Вот ты побежал, ты вроде был готов, и ты не пробежал, они же с тобой там не были, они не знают, что с тобой было. Они не знают там, вот как я говорил, эти привходящие, какая была температура, какое-то письмо из дома получил, вот сейчас смс-ку, и у тебя настроение стало не то. И не бежится. Вот. И не надо бежать через себя. Ну, то есть, между пониманием, если четко понимаешь, что не можешь это сделать, лучше сойти, сделать выводы, вернуться снова, и это будет совсем другой результат. Вот. Или можно прибежать, на весь мир обидеться и не бегать вообще. Вообще, крайне редко, если уж последнее коснуться, а я еще раз хочу сказать, чем любитель лучше, очень крайне редко, когда люди бегают в сборной и потом остаются в спорте, и надо вот брать пробег, некоторые вообще потом, когда отбегали профессиональную свою карьеру, даже бегать перестают. Такие примеры у меня тоже есть. Вот. Потому что, ну, во-первых, одни привыкли бегать за деньги и не понимают, зачем бегать просто так. А, ну, для здоровья, да, но уже не выходят. Ну, зачем выходить там на суточный бег, если там, ну, в принципе, я знаю, что такое суточный бег, да. Ну, и кому чего доказывать? Я все доказал, я буду бегать просто пять километров. И призов нет, по сути. И, как бы, ну, и чего там из себя, три себя выжимать. Вот самое ценное, когда человек бегал профессионально и действительно любил бег, и эту любовь к бегу не растерял, и продолжает бегать дальше. Вот у меня вот достойный пример есть, я вот даже записал, у меня есть знакомая и подруга беговая Ирина Коваль, она заслуженный мастер спорта, вот, такая же взрослая девушка. Она вот в сборной была у нас по сверхмарафону звездой, она вот пятикратная чемпионка мира и восьмикратная Европа в составе сборной, а чемпионка Европы по суточному бегу лично, трехкратный обладатель Кубка мира по двусуточному бегу, чемпионка Франции. И вот она в сборной отбегала, да, вот действительно была в те времена, когда она и Риутович Ирина, они вдвоем были одни из сильнейших женщин в мире. Вот Ирина бегает до сих пор, она не скрывает, что ей 64 года, она не понимает, зачем отдыхать. Вот я когда с ней вот говорил, поехал к ней в Кашир, вместе бегали, я говорю, Ирина, а у тебя как там, 5-2 или какой график? Она говорит, я не понимаю, зачем отдыхать, я отбегаю, не устаю. Она просто, она реально бегает каждый день, если ей не удалось выйти на дорогу, она будет бежать на дорожке дома. Если она там из Кашира приехала в Москву, она здесь где-то там в фитнес-центре, там тоже по дорожке, то есть не дня без бега, это точно. Причем условия для бега у нее самые отвратительные, потому что она бегает все время. Вот я всю жизнь по автодорогам, но они у меня были все-таки чуть получше, у нее там бегал, ну не самые лучшие дороги, открытые, ветром продувается, машин много и прочее. Она вот каждый день по этим дорогам чувствует себя совершенно прекрасно. И она любит бег, она до сих пор старается стартовать там чуть не каждую неделю, когда марафон есть поблизости, она есть стартует, выходит на сутки периодически. Вот это и есть вот та любовь к бегу, которую я хочу вам донести, что человек не себя в беге любит, а бег в себе. И когда человек вот имеет там у нее этих наград, она не помню, где она какую получила, ведь это я только перечислил первые места, а сколько было вторых, третьих и прочих. Вот. Но это нимба ей не нарисовала, и она не, как бы, в отличие от тех вот самопровозглашенных звезд, которые только появились и тут же начинают учить других, вот она может поучить кого угодно, но она не кричит на каждом углу, что я великая чемпионка и не пытается кого-то учить. Она просто бегает. Вот это вот нормальный подход. Вот то, к чему, например, я всю жизнь стремлюсь, я просто бегаю. А с вами я делюсь, потому что, к сожалению, среди бегунов, которые бегают далеко там и долго, вот, очень мало тех, кто может либо писать об этом, либо говорить. И вот мне Бог дал, я умею писать и говорить, и стараюсь вот максимально рассказать то, чего знаю и то, что вот за эти годы приобрел. Значит, вот из этого можно перейти к человеческим качествам бегунов на длинные, особенно свердлинные дистанции. Я вот, мне повезло, лично знакомый и со многими бегал с ребятами, которые действительно звезды мирового ультрамарафона, были на одной дистанции. Вот чем большего человек достиг, чем лучше он бегает в этом свердлинном беге в ультрамарафоне, тем на самом деле скромнее он становится. Там нет ни одного героя никакого, нет того, кто выпячивает там себя. Ну, как бы, это совершенно нормальные реальные люди, которые, вот как я говорил про Ирину, они кричат, что они великие. И, а это происходит еще по причине того, что когда человек действительно двигается в свердлинный бег, когда он глубже залезает в эту философию, там начинаешь просто по-другому судить и о себе, и об окружающем мире, и окружающих людях и прочее. Вот я, например, когда пробежал, помню, первый раз шесть суток, да, я вот, главное, что я понял, что я сам себе все доказал, что мне никому ничего доказывать не надо, потому что я себе все доказал. И здесь такая двоякая штука, то есть тот, кто хочет услышать об этом правду, я рассказываю. А если кто-то начинает мне делать, давать какие-то суждения, свои мнения о том, что он не знает, этот человек для меня как бы умирает. Я его, все, стена, я его не вижу, я схожу сквозь него. И тут еще один есть минус, но это у меня может черта характера, а я стал очень болезненно реагировать на такие походи, брошенные фразы. Просто когда человек что-то вот по ходе говорит, там, например, о десятисуточном беге, я могу на него обидеться на всю жизнь. Вот просто. Потому что нельзя, ну это, или когда действительно начинает поучать. Это то же самое вот, например, да, вот фридайверу рассказывать там про Блюхол, про который ты просто слышал. Он туда вот нырял на одно дыхание, он это пережил, и он оттуда вышел. А кто-то придет, говорит, знаток, скажет, ну ты что-то, блин, медленно плыл, там можно побыстрее. Объем у тебя не тот. Я вот читал, что должен быть другой. Как мне сказали, помню, вот я приехал с десяти суток, говорит, сколько? Я говорю, там, 605 миль, а сколько? 973 километра. Нет, мне сказали, что мили это меньше, чем километр. То есть мили не 1609 метров, а меньше. То есть ты пробежал не столько, ты врешь. Вот, да, морская вообще 1972. Вот, и то есть вот, или как космонавт начать рассказывать, он в открыт космос выходил, да, он прилетит на Землю, ему будут рассказывать, как там в космосе. Это то же самое, это ровно то же самое, потому что, когда попадаешь туда, когда вот, знаешь, вот этот предел страданий возможных, причем долговременных, причем добровольных, вот я это Голгофой называл, как я раз попал, вот это действительно Голгофа, в которую ты сам себя погрузил. Вот, и когда кто-то будет об этом походе судить, просто есть вещи святые. Вот для меня вот ультрамарафон – святовое понятие. Ну, как нельзя судить, нельзя там походе говорить там о концлагере, да, вот человек оттуда пришел и вот что-то бросит, такой, да что вы там, что вы там этих эсэсов куда-то там не снесли, да, и не устроили бунт. Ты там побывай и ты пойми, это возможно или нет. А потом суди. Вот это ровно то же самое. Для меня это совершенно-таки одинаковое. Дальше. Бег – это уникальная возможность, длинный бег, остаться наедине с собой. То есть мы, вот я уже говорил о том, что мы все люди социальные, да, и многих очень пугает вообще одиночество. То есть если человек остается один, без общества, он идет в тот же самый телефон и начинает искать общение в социальных сетях. А вот когда ты бежишь, это вот, когда долго бегаешь, когда вот уже тренировки становятся длительными, а тем более есть соревнования длительные, ты действительно остаешься один на один с собой, а длительный бег, он вообще не предполагает никакой компании. То есть в принципе можно бегать вместе пятерки, можно десятки, можно готовиться там в половинке, но это очень большое счастье найти себе партнера, с которым ты будешь бегать действительно длинные дистанции, чтобы вы совпали вот полностью по характеру, по стилю, там, по всему. Там очень много нюансов. Вот. И самый главный нюанс, что мы по-разному устроены. Ну, например, я хочу бежать по 6, а мой партнер там хочет по 5.30, либо по 6.30. И мы никак не можем сойтись. И нет компромисса, да. Поэтому вот когда находятся компромиссы, есть люди, с которыми можешь тренироваться на длинной дистанции, это здорово. Либо пробегать с ним часть дистанции. Но в основном это бег одиноких людей. Ну, не одиноких людей в понимании, что они одинокие, а это бег, ну, вот как вот я говорю, я одинокий волк там в беге, да, потому что большую часть времени я провожу один. Вот. Но это как раз вот опять же тот же повод углубиться туда. И что-то больше. Ну, нет отвлекающих факторов. И может быть, одному и хорошо. Но тот, кто не любит бегать один и без компании, тому, в принципе, в длинном беге будет очень трудно. Это сто процентов. Это в свердлинном тем более. Вот. И, а тут, когда бежишь, тебе есть возможность обо многом подумать. Потом, это же правда, это тоже на мне проверено. Мозг прочищается, когда бежишь, там включаясь, какие-то я сколько раз жалел, вот как журналист, да, вот я бегу, у меня родилась там статья шикарная. Я думаю, сейчас я вернусь, там напишу. Прибежал ее, нет. Это как во сне. Увидел сон, проснулся, забыл. Поэтому в таких случаях, если вот прошло просветление мозга, лучше на диктофон наговаривать, потому что потом это не вспомнится 200 процентов, ну, в основном. Либо вспомнится, но в усеченном виде. Вот. Это точно. Это не я, это, в принципе, научные труды на эту тему есть, но выгодно себе испытано. Потом, если идти в сверленный бег, тем более сверленный, надо понимать, что это боль, это постоянная составляющая бега. Я вот очень много говорю про боль, вот, и не всегда есть понимание. Вот мы с Леной только когда еще в сети познакомились, да, и тоже она начинала бегать, и мы начали писать, и она мне потом пишет, что что-то все, боль, 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 ты там, тип, нему захисли, ты боль любишь или что. Я тогда сильно обиделся, у нас чуть ли не прекратились наши взаимоотношения на самом начале, потому что это было одно из тех вот неправильно сказанных слов, которые я воспринял очень болезненно. Потому что боль, она, но это не самый благодарный вид спорта, в том плане, что тебе будет хорошо, очень хорошо. Я, как раньше говорил, что будет тяжело, очень тяжело, плохо, очень плохо, но это не совсем правда, потому что все равно что-то хорошее есть. Но дело в том, что, ну, любой старт, особенно многосуточный или многодневный, он всегда связан с болью, у тебя всегда что-то болит. И чем дальше болит, тем сильнее, чем дальше ты бежишь, тем сильнее. Потому что здесь просто надо понимать, что именно вот предел терпежа этой боли, он может стать, опять же, вот тем твоим порогом, да, вот дальше ты не сможешь бежать, просто человек больше терпеть не может. Причем этот предел, он фактически бесконечный, но я считаю, что я вот своего уже достиг, объясняю как. То есть я, когда пробежал первый марафон, я получил вот такие коленки, неправильные обуви, там давно это было, и они болели там года три. Я думал, что это, ну, торчали там раскаленные стержни, боль была сильная. Вышел на сутки, понял, что вот эта боль, это вообще ничего, потому что на сутках просто жуть, потому что вот, и причем некоторые ощущения вот запомнились мне на всю жизнь. Я уже не помню, когда у меня были первые сутки, но четко помню, как меня три раза выдергивали печень на первых сутках. То есть вот я все время повторяю, но вот прям вот реально рука берет, вот так печень потрогала и дергает. Это было за те сутки три раза. Это одно из ощущений, например, которые запоминаются на всю жизнь, они шоковые просто. Вот. Но когда я попал после всего, вот 22 года после первого марафона, я впервые попал там на шестисуточный бег. И я понял, что все, что было до этого, это, в принципе, были детские шалости. Потому что вот там был именно предел боли, когда вот через трое суток обе надкосницы воспалились, и я трое суток ковылял на этих надкосницах. Вот. И я бы как сравнивать здесь, откуда перейдется предел. Ну, например, я занялся там альпинизмом, да. Вот первая гора была поблизости Машук. Вот думаю, гора, забираю себя на Машук, для меня это предел, это ориентир. Дальше, рядом, там совсем недалеко, Эльбрус. Я когда забираюсь на Эльбрус, у меня это ориентир. Но когда забрался на восьмитысячник в Гималаях, вот выше ориентира уже нет. Вот. И все вот это все свое, вот уже ощущение этого мира, вот это, по отношению к боли, ты начинаешь вот все эти болевые ощущения оценивать вот с этого восьмитысячника. То есть, я когда вот предел боли там познал, у меня стало вот все... Сейчас я совершенно легче это переношу, и мне кажется, что так было всегда, на самом деле это не всегда, это долгий путь. Вот. Но я просто понимаю, что есть такие вещи, которых не надо бояться. Вот. Но изначально я бегал вообще, в принципе, был принцип, надо не бояться умереть, потому что, если ты хочешь что-то там достигать, надо в себе вот этот страх убить. Кстати, многих этот страх сдерживает, потому что я вот... Пишут мне люди, и вот реально боятся, когда мне пишет человек, говорит, вот я здорово бегаю с большим удовольствием и прочее. Вот я бегаю десять километров, а дальше боюсь получить какую-то травму несовместимую там не знаю с чем, а я же кормили, споили в семье. То есть, у меня чувство ответственности. И спрашивают меня, а что у меня там, великий бизнес или там подушка безопасности, а у меня нет ни бизнеса, ни подушки безопасности. Я просто всю жизнь бегаю и так, и... Ну, это как бы выбор каждого, где это заканчивать. Но вот отношение к боли, оно интересное. И понимание ее, и умение с ней договариваться, и главное понимание, насколько это опасно. Вот это вот, это тоже важно. Это тоже приходит с годами. Это нельзя получить в один момент и завтра. Потому что любой длинный сверлиный старт, они чем интересны. Вот каждые сутки я ехал, я не знал, что со мной будет. Потому что каждые сутки это сюрприз. Ты едешь, у тебя болит там, грубо говоря, пятка. Точно там пятка не будет болеть. Заболит коленка. Или схватит желудок, или еще что-то будет. Вот я сейчас ехал на ультра 100, бежать там, 118 километров получилось по этим Волгоградским степям. Я перед этим за неделю разбил коленку очень здорово, бордюр. Я ехал вообще со сомнений, может мне перерегистрироваться на 42, может чего. Но я пробежал, и у меня не болела эта коленка. Она заболела потом. То есть, организм, он уже постепенно привыкает. Он такой, ну, когда хозяин дурной, ему приходится мириться. Приходится брать из себя какие-то силы. И еще, кстати, о боли и об организме. Очень хорошая штука. Я вот, почему я не люблю таблетки, почему я не люблю там какие-то стимулирующие вещества. Потому что, в принципе, когда ты подвергаешь организму сверхнагрузки, он вынужден выживать, и он начинает искать внутренние силы. И одновременно он начинает залечивать свои внутренние болячки. Вот я уже говорю, что в молодости у меня была куча там всяких предходящих болезней. И они потом чудесным образом куда-то исчезают. Потому что иначе бы он не выжил. Вот он вынужден вот это вот залечивать, чтобы быть сильнее, и чтобы мои дальнейшие какие-то планы, суметь их воплощать в жизнь. Это, это на самом деле правда. Еще один вопрос. Я пока вот накидываю, да, кажется, что обо всем помаленьку, но обо всем об одном. Частый вопрос, что я ем или что едят эти люди, которые бегают эти километры. И иногда даже возникает, вот недавно один парень возмутился после моей очередной лекции, говорит, что ты ничего не сказал. Нет, где вот это вот меню, да, которое вот выведет меня туда. И если бы этим меню, которое ты говоришь, что на стартах ты вот практически ничего не ешь, если бы так бегали профессионалы, они бы там умерли еще до финиша. А я опять повторяю, что я не профессионал, который стремится умирать до финиша. Если вот о еде просто, я во время стартов, я, меня можно назвать там жутким москетом, потому что я не ем практически ничего. Вот за те же ультра 100, который сейчас бежал, да, за 118 километров я съел два пол куска зефирина, которые сложить-то одна зефирина. И выпил там стакан бульона, ну, по просьбе волонтеров. Ну, просто, чтобы им было приятно. Все. Вот. И дело в том, что у человека, я вообще считаю вот искренне, что до суток можно бежать на одной воде. У нас столько запасов заложено, что если идти вот с такой равномерной поступательной наступательной скоростью, да, вот к цели, не то что рваться, чтобы весь гликоген съесть там за полчаса и упасть в кому. Нет. Если ты ровно идешь, выполняешь свою задачу, идешь по трассе, вот, этого вполне хватает. Конечно, здорово. Сейчас появилось много спортпита. Появилось много, вот, я совсем недавно только, честно, стал пользоваться там калием, магнием, там когда-то, сколько-то, в шестнадцатом году первый раз на Эльтоне, когда было 42 градуса, бежал сотни, а потому что есть какие-то соли. Тогда мне стало плохо, думаю, да, ну уж пора себя жалеть. Я начал использовать агрегидроны есть, простейший, вот. Потом попробовал там гель на полтиннике в бромицах, ну, понравилось вроде, ну, можно да, пользоваться. То есть эти вещи, так же как и еда, это здорово, что они есть, и они действительно помогают, но они не панацея. Они не, нет такого счастливой таблетки или счастливого меню секретного, да, который я съем, и вот раз и вылечу там, если на первое место, то хотя бы на второе, просто потому что я съел. Потому что любой длинный и свердлинный бег, это прежде всего твоя базовая подготовка, которая ежедневная, ты бегаешь, 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 набираешь фундамент. Ты строишь свой фундамент выносливости, приучаешь организм к бегу, и если ты можешь помочь во время старта чем-то, это хорошо, организм скажет спасибо. Но если на этом бегать постоянно, то возвращаемся к профессионалу, долго не пробегаешь. Вот. И еще самое страшное, вот почему я не очень люблю все эти вещи, потому что я в себе стараюсь искоренять все формы зависимости. Зависимость – это очень неприятная вещь. Там, любить курить, любить пить, любить еще что-то, и без этого невозможно жить. Вот бегать все время на каких-то таблетках, на каких-то витаминах и на каких-то подпитках – это здорово, но это опасно чем? Что можно дойти до того, и у меня есть опять же такие примеры, именно из свердлинного бега, когда человек привыкает бегать на одном витамине, причем одной фирмы. Он приезжает на старт, но даже в Америке бывают обломы, что вот этой фирмы сейчас нет этого витамина, и он покупает тот же калий, но другого производителя, и чувствовать ему не идет, и он на грани схода с дистанцией. Почему? Потому что просто вот, ну это считаю, это все в голове, это на самом деле правда. И вот, когда ты совершенно, ну вот даже простейший пример. Я там бегу сотню, да, через 50 километров, это самое, заброска, хотел сказать, загрузка. Я, например, чтобы не тащить себе какой-то спортпит, часть его брошу туда. А сумка, как бывает в аэрофлоте, да, или там не в аэрофлоте, в самолетах, улетела в другую страну, то есть она не долетела до туда. Я прибегаю, и нет моей заброски. Ну и что? Если я сижу вот на том, что я ждал, вот сейчас я съем вот это, я просто сойду. Я совершенно спокойно к этому отношусь, значит, я просто должен обратить внимание на пункт питания, посмотреть, что там есть, съесть, что есть, и бежать назад в свой полтинник, и все. Потому что ничего страшного, и так же добежишь. Ну может быть, да, может быть, на 5-10 минут больше, может быть, с большими, с меньшим комфортом, да, с большим дискомфортом. Но все равно добежишь, потому что это не главное. Главное, что в принципе я хочу бегать, я люблю бегать, и главная вот эта база, которая заработал тренировками, а не счастливыми диетами. Это я говорил о стартах. Если говорить об обычной жизни, я ем вообще все, что просто ем. Ну вообще без всяких ограничений. И потом, когда чем дольше бегаешь, тем больше организм сам начинает диктовать, что тебе нужно есть. Вот я бегу, например, у меня там дикое желание, там, хочу вяленой рыбы, я понимаю, что мне соли не хватает. Я прибежал, значит, надо мне это вобло купить. Или, а бывает наоборот, я когда только начинал бегать еще вот, там, марафоны, сутки, а еще из прошлой жизни, когда я бегу, там, хочется жареной картошки. А когда ты начинаешь бегать больше, тебе жареного хочется меньше. И вот начинаешь ее есть, и она не катит. Ты понимаешь, что это был ложный позыв там какой-то. Я к чему все веду, что в принципе надо слушать свой организм, учиться его слушать, к нему прислушиваться и как бы позитивные будут. Вот, кстати, я не объяснил про этот смешной фоторяд. Это просто вот что такое. Это 10-суточный бег, это Нью-Йорк, это вот я бегу, это я там посередине ем, а это вот то, что добежало через тысячу километров. Видите разницу? Вот чтобы понять легко это или трудно, там, как некоторые говорят, там, пешеходы какие-то ходят, они не бегают. Вот такой пешеход. Анатомия человека. Да, анатомия человека. Вот штаны еле держатся и все остальное, да главное, что улыбка осталась. А вот это один и тот человек. А здесь сижу, вот чтобы для понимания, это тарелка с чипсами и тарелка с травой. Я все время пример привожу. Первое, что меня удивило, там организаторы очень опытные люди. И когда вдруг появилась в кухне там чипсы, я говорю, зачем их привезли? Ну это же чипсы, это же вредно. Он говорит, погоди. Вот. И действительно, я все сравниваю это состояние, как у беременных женщин, когда не знаешь, что хочется и не знаешь, с чем это хочется. Неожиданные такие. И вот здесь какая-то трава, я даже не знаю, что это за трава. Но вот я сел, и мне захотелось и на чипсы, и траву. Вот я сижу, это ем. Потому что организм это попросил. Вот. Про жизнь я уже сказал, да. То есть можно все, что хочешь, это как я всегда шучу, говорит, а ты куришь? Я говорю, ну-ка, бегаю, не курю. Но это шутка. Вот. Это я к тому, что я всю жизнь не терпел слова ЗОЖ, здоровый образ жизни. И вот ЗОЖ весь такой идет, весь такой упертый. Вот он. Да, можно быть монахом, отшельником, можно зайти куда-то, заниматься самобичеванием и достигать истины. А можно жить, вот опять же возвращаюсь, мы живем в обществе, можно жить простым, обычным человеком и не наказывать себя лишением чего-то. Потому что любая диета, я вообще диет боюсь. А почему? Потому что любая диет, как бы она продуманной не была, она чего-то тебя лишает. И еще неизвестно, как это аукнется через месяц, два или через год. Вот тот компонент, который ты лишил организма, он, в принципе, сам решает, что ему нужно, что нет. Поэтому я сторонник того, давать ему что есть и, в принципе... Он отвечает за имущество? Да, он отвечает за имущество, он сам разбирает. Потому что, ну, опять же, меня можно много критиковать, со мной уже не соглашаться. Вот, но я всегда в последние годы, да, вот мне сейчас 60 лет, я вдруг понял, что вот я, я почему же с гордостью говорю, сколько мне лет? Потому что я в длинном беге с первый марафон, 34 года, да. Я пробежал, не знаю, сколько километров, участвовал в тех состязаниях, в которых участвовало мало. Человек вообще в мире, в принципе, те же 10-суточный бег – это ограниченное число людей. И там еще оказался даже в лидерах два раза. Но вот я, может быть, неправильно ел, я, может быть, неправильно тренировался, я, может, вообще себе неправильно жил, но я дожил до этого возраста. Я до сих пор бегаю в среднем по 500 в месяц не потому, что это подвиг, а потому, что я просто бегу, мне это нравится. Я больше, мне не нужно. И я до сих пор живу будущими стартами. И я не ощущаю себя на свой возраст. Это, наверное, лучший показатель того, что, в принципе, может быть, то, что я делаю, где-то правильно. А там уж брать пример, не брать – это следующее. Значит, про разницу между профессиональными и этим. Тренировки. Идем дальше по пунктам. Как тренироваться, как себя к этому натренировать. В принципе, тренировочный процесс, каждый, по моему глубокому пониманию, каждый регулирует себе сам. Почему? Есть, конечно, тренировочные планы. Есть много тренеров, которые вам с удовольствием продадут за деньги тренировочные планы, которые они взяли из кого-то учебника. Ну, или там из опыта, или из чего-то. Но это все здорово. Этим можно пользоваться. Может, кому-то нужно обязательно, чтобы ему этот план дали. Но я опять же свожу к тому, что все мы индивидуальности со своей историей, со своим архивом. Здоровья, жизни и прочего-прочего. Не может быть единого плана. Там, как это, общая температура по больнице. Всем хороша эта температура. Я говорю, если не личная, а кондиционеров наладили. Всем здорово, когда 25 градусов. А два человека страдают. Им надо либо 18, либо 36. Ну, не суть. А план един. Потому что кондиционер один. Нельзя жить по единому плану. Нужно руководствоваться каким-то опытом. Можно оттуда что-то брать. Но надо примерять на себя и действовать так, как ты считаешь нужным. То есть, любой тренировочный план, он индивидуальный. А если говорить о длинном своем длинном беге, главное, чего нужно добиваться, это просто приучать организм к длинному многочасовому бегу. Сначала он будет в одном темпе, потом будет в другом темпе. Вот опять же моя формула личная, которая нравится повторять. Постепенно, когда начинаешь бегать, километры становятся короче, а минуты длиннее. Такая вот хорошая формула. Вот я протушу десятку. Сначала она длилась 70 минут, потом настало 60, потом стало 50. 70 километров короче, а минут длиннее. Из моей личной практики, когда я помогал людям бегать и переходить какие-то этапы, по километрам, по времени бега. Основное все в голове. Когда ломаешь шаблоны в голове, ломаешь страх перед новым неизведанным пространством, а ломаешь неверие в себя, что я этого не могу, потому что не могу, еще что-то. И все происходит очень легко, и человек сам не понимает, как у него это получилось. То есть, никогда не думал, что пробежит столько, и вдруг взял и пробежал. Просто потому, что стал думать чуть-чуть иначе. Или стал чуть-чуть меньше бояться, или стал в то же время относиться к бегу как к процессу, который приносит тебе радость и удовольствие, а не к процессу, который тебя изматывает и которого ты боишься. Или к какому-то процессу добивания чего-то. То есть, когда ты действительно опять тот же самый духовный процесс начинаешься, нельзя же бояться, если возвращаемся к художникам, художник не боится творчества. Вот он растет в творчестве и становится более маститым художником или писателем. Рон так же и в беге. Человек продолжает этим заниматься в удовольствие. И вот тут у меня снова написано, чтобы не забыть, призы и места. Вот мы тренировок перешли, я хоть об этом говорил. Вот я считаю, что в длинном и в свердлинном беге, о котором мы говорим, вот призы и места в принципе не работают вообще. Не работают, почему. Я уже говорил, да, если стремиться только к этому, то можно быстро сгореть, потому что расстроишься от того, что не там, если только это тебя занимает. А второе, совершенно нельзя запланировать какой-то приз или какое-то место, которое должно случиться с тобой, например, через 10 суток. Это невозможно. Потому что вот в чем отличие многосуточного бега от суточного, например, или там от 100 километров. А я говорю, как всегда ни странно, вот там 100 километров для меня это скоротечная дистанция. Почему? Да потому что она действительно скоротечна. Вот когда бегут люди, им тяжело. Я говорю, ну ребят, ну вот через там у кого, ну кому тяжело, тут не 10 часов точно. Там через 12, 14, 15 часов она закончится. Или суточный бег, через 24 часа он закончится. А здесь сутки прошли, а ты идешь дальше, 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 дальше. Вот там уже не скоротечно. Там это действительно такой кусок жизни. И я впервые понял, когда вот попал на 6 суток, что нужно как-то распределять свои силы, чтобы их хватило вот на 6 суток. И это можно понять, только когда ты вышел на эту трассу, что завтра финиш не наступит. Или он наступит, ты просто сойдешь, да. Вот. И тут это как вот, когда человек вышел, например, на первый марафон, половинку промчался там с бешеной скоростью, а потом пошел пешком. Это стандартная схема. Ровно такая же стандартная схема. Это вот когда ты после суток, да, когда бегал там, вот ты вышел туда, промчался первые сутки легко, а потом стандартная схема сработала и ты уже бегать не смог. Вот у меня вот, говорят, 6-суточный бег получился. Я долго считал, что он неудачный, а потом прикинул, а мне все равно получилось в среднем по 75 в день, что вроде немало, да. Но вот тогда вот я пробежал, я считал, что вот это совсем плохо. Но зато вот я понял очень много и тоже по стандартной схеме там первые сутки легко проскакал там 140, загнал себя поспать, а потом вторые пошли там 100, потом 90, а потом надкосницы и потом... В общем, никакие призы... Да, кстати, о призах и о результатах. У меня были ребята знакомые, это не все, но вот были там на 10 днях, например, которые принципиально не смотрели на доску с результатами все 10 дней. Они просто бегали и бегали. Там каждый круг ты пробегаешь, там вот меняется доска и там твое имя перемещается, и мили твои написаны там все в милях. И вот он пробегал 10 суток, а потом узнавал, сколько он пробежал. Это тоже, это тоже вот один из принципов вот поиска себя в беге и бега в себе. То есть, он бежит не ради результата, а потом... Дело в том, что если бежать нормально, размеренно, сообразуясь своими силами, потом с удивлением узнаешь, что ты попал еще и наверх, если ты не рвался никуда по стандартной схеме там, если ты не думал о том, что ты должен там убежать от человека, который тебя догоняет, ему осталось несколько миль до тебя, вот дай-ка, сейчас место уйдет. Вот когда это отметаешь все эти мысли, вот, и вот когда место становится вторичным, а первичен сам бег, у меня вот, например, для меня первично то, что я там пробежал там тысячу пять километров, то есть тысяча она моя, вот она все, она никуда не денется, она константа. А место, оно переменное, зависит от того, какие были соперники. Потому что у меня вот место, первый раз я пробежал меньше, 973, у меня место было выше, а когда пробежал 1000, у меня место было там одно ниже. А в следующий раз там я мог пробежать 500 километров, не было никого, и я первый и вообще, да. Но это все, как бы, экс-чемпионы есть, а вот 1000 километров, она вот есть и есть. И еще правильно, я тут услышал одну правильную фразу по поводу финиша и финишеров, да, и вот лимитов времени, которые дают на дистанциях, когда вот один парень мне сказал, что в принципе, если человек побежал на сотню, пусть он или там на 200, ну вот трейла мы сейчас бегаем, все свои знаменитые, или там полтинник побежал, вот он в лимит времени не попал, но он финишировал, но все равно организатор лучше дать ему медаль финишера. Почему? Обычно не дают, да, вот, а потому что все равно финишер, он финишировал. И вот, например, пройдет там лет пять, он уже не вспомнит, за какое время он пробежал, но он будет помнить, что он там финишировал, что он дистанцию прошел. Вот эта сотня, она моя, там golden ring, там лильтон, неважно, там спорт марафон фест. Я был там, и я пробежал там вот сто километров, а за десять часов, за двенадцать, за шестнадцать или вообще восемнадцать все уже ушли, я только пробежал, но я же пробежал. То есть, в принципе, вот это запоминается, то есть запоминается твое вот личное преодоление вот этой дистанции и тебе все равно какое-то место. И не надо писать там оправдание потом в сетях, я сто двадцать пятый из тысячи там каких-то, я вот это вообще не понимаю. Какая разница из каких и какое место, потому что если взять олимпиаду, да, вот тот же болт, он же из восьми победил. Их же в финале выходит восемь человек на дорожку, дорожка восемь. И что сказать, Усен Болт чемпион из восьми? Да, это же, это ненормально, поэтому есть более высокие понятия, если исходить из того, опять же, что мы бегаем ради бега, а не ради там чего-то, то возникают такие вот понятия другие и они помогают бежать на самом деле. Различие между многосутками и многодневками тоже было в плане, на самом деле кардинально. Разные вещи отличаются и мировосприятием и вообще с провидением. Почему? Потому что любые многодневки хороши уже тем, что ты бежишь в принципе, вот как я вот пересек Армению сначала с запад на восток, потом с севера на юг, да, я каждый день открывал себе новое пространство. У меня каждый день это было какое-то удивление, потому что было беговое путешествие. И вот эта вот моральная составляющая, она двигает вперед, это сильная мотивационная такая штука, потому что я завтра побегу, вот у меня там перевал очередной, там Сараван, еще чего-то, вот, и я увидел что-то новое, а первые моменты, когда там бежишь в горах, когда за каждым поворотом там от радости в забу дыхание сперло и не только в забу, вот, но это на самом деле, а когда ты бегаешь сутки или многосутки, ну вот сутки бегают по стадиону, да, 400 метров, ну какие-то мотивационные составляющие. Иногда, значит, эти самые 10 суток, круг миля, там по одному и тому же парку, вот я туда приезжал три раза, я по этому кругу, милю пробежал там две с половиной тысячи километров в общей сложности, то есть закрытым глазами можно бежать, ничего не происходит, но в чем еще разница, если там ты познаешь какой-то окружающий мир и совершаешь беговое путешествие, это тебе помогает, то там на вот сутках, многосутках ты можешь больше понять философию бега, вот там ты уходишь в себя и начинаешь вот что-то понимать другое, там уже есть время, возможность пообщаться с самим собой, пообщаться с бегом, с этой трассой, да, вот я трассу пишу с большой буквы, потому что она для меня там одушевленное существо, как кроссовки тоже живые, к ним относятся, с любовью, они тебе отвечают тем же самым, они не рвутся, вот это правда. И то же самое вот когда трассу воспринимаешь, потому что я когда всегда говорю, трасса тебя скинет, если ты трассу не поймешь, если ты не подружишься, не будешь с ней на одной волне, она тебя скинет, и она скидывает людей, которые приходят туда с какими-то дурными мыслями, которые приходят не бежать, а вот, например, там кого-то всех порвать, да. И те, которые к коллегам относятся как к тому, потому что мы все, вот чем мне нравится длинный, вот и бег свои длинные, потому что все мы там коллеги, все мы собратья, и я всегда вот повторяю одну фразу, что если кто-то пробежал сегодня больше тебя, он просто сумел претерпеть больше лишения, да, вот, и либо в тренировках он больше тебя тренировался, у него больше, база лучше, либо там он сумел переступить через ту боль, которую все испытывают, и пойти дальше, вот я вот чуть прогнулся, побежал медленней, а он терпел, скрипя зубами бежал, поэтому зависть только белая, никакой черной быть не может, потому что, ну, нельзя черную зависть, потому что ты понимаешь, что там происходит. Самое интересное, что я когда смотрел, когда у нас ребята делают эти, снимают видео, там, сюжеты ходят, ну, свои же бегуны иногда вот с тех десяти суток и выкладывают там на сайте, вот, вне зависимости от того, какой уровень, да, вот, я знаю, я всех парней там знаю, вот, один бежит быстрее, другой медленнее и прочее, в одни и те же дни мы, в принципе, говорим одно и то же, я уже знаю, вот, какой день, там, пятый, шестой, четвертый, вот, задают один вопрос, и все отвечают примерно одно и то же, потому что все, в принципе, переживают одно и то же, состояния у всех одинаковые, вот эти все, вот эти вот страдания какие-то и открывания, еще чего-то, они у всех одинаковые и, но это, но это интересно, на самом деле, такой вот мир и в то же время, чем еще интересно всегда двигаться дальше, потому что, когда идешь по этому длинному пути, длинного бега, ты никогда не знаешь, что тебя ждет впереди, ну, просто длительный бег это всегда неожиданности, как я уже говорил, что никогда не знаешь, что заболит, когда вышел на дистанцию длинную, а также не знаешь, вот, ну, как я всегда, вот, если кто-то бежит рядом, говорит, о, мне как хорошо бежится, я говорю, не гниви Бога, лучше помолчи, потому что будет, и это сбывается, человек может выйти на сотню, ему будет классно 95, а последнюю пятерку он не сможет преодолеть, вот, потому что тут много таких, как бы, вот, я не знаю, как это объяснить, но вот надо все восприять спокойно, ко всему относиться спокойно, и если тебе вдруг побежалось легче, это не значит, что надо бежать быстрее, как вот я на собственном опыте, опять же, понимал, вот, например, у меня был там план в среднем бежать там 100 километров в день, вот, чтобы 1000 была, вот, среднее 100, вот, например, я там с утра 35 миль, там, после обеда 30, и мне вдруг вечером побежалось, да, и я вместо 30 пробегу лишних пять кругов, там, 35 миль, ну, бежится и бежится, а потом вот иду и повалялся и встать не могу, ну, на следующий день, потому что я уже говорил, что если организм натянут, как струна, если он работает на грани своих возможностей, и ты эту грань перешел, ты этой вот переходом можешь просто прекратить весь бег, потому что, если ты поймал вот четко, там, честно по отношению к себе, к организму, ты поймал тот уровень, к которому тебе идти, вот ты не готов сегодня сюда, а туда это просто твоя слабость, если ты вот способен идти ровно, несмотря на то, что день он неровный, потому что у меня вот каждые сутки, например, были, я четко знал, что с утра нормально, потом, как я говорю, часов с 12 до 5 пригибает, потом ты снова распрямляешься, такое волнообразное движение и, в принципе, уже от работы несколько раз за день там умираешь и там снова, снова рождаешься, и, как я говорю, то ты, значит, летишь, как птица, то ты ползешь, как раненая черепаха, это один и тот же человек, вот, поэтому здесь надо очень четко осознавать предел своих возможностей и ни в коем случае ни на что не вестись, потому что, опять вот, чтобы завершить эту под тему, опять же у меня пример из жизни, когда вот парень один у нас до восьми суток бежал нормально, а двое суток стоял, выходил, смотрел на солнышко, просто он решил, борьба за место, вот сыграла, с ним бежал один коллега, отставал там, а впереди него был там, например, на три мили, да, тот пошел отдыхать, а он говорит, я отдыхать не буду, я пока побегаю, он пока выйдет, я уже там миль 20 сделаю, там, миль 10, ни суть, и он меня уже никогда не догонит, я буду поддерживать, вот он вместо отдыха решил побегать, а на следующий день просто не смог бегать, то есть он мог ходить, у него не было никаких травм там несовместимых с чем-то, просто у организма кончилась энергия, вот он просто выходил и смотрел, вот он два дня смотрел на солнышко, мы бегали, и у него не было никаких сил бегать, хотя с виду здоровый человек, это вот про то, что человек просто взял и перебрал то, что ему было дано на сегодняшний день. Дальше. Любой бег многодневный или многосуточный предполагает то, что на вторые или на третьи сутки надо быть готовым к тому, что придется проходить такую ломку. Она бывает разной степени ломаемости. Но это просто как, можно сказать, ломка, но просто организм вырабатывается в новые для него условия и изрядно ломает. А потом, когда ты проходишь, второго вдоха не открывается, его просто нет. Это все мифология. Так же, как там марафонская стена, тоже мифология. Но не суть. Ты когда вырабатываешь, ты эту ломку проходишь, организм вступает в новые для себя взаимоотношения с миром, и ты можешь двигаться дальше просто уже как бы налаженной, ты как привыкаешь к этим условиям. И она бывает разная. Можно пройти легко. У меня самая тяжелая была на вторые мои 10 суток, когда я целые сутки, ровные, это как мистика какая-то. Вот сутки начались, и я все сутки, у меня было как горные болезни, кислородное голодание, там ничего не мог не есть, не пить, я заставлял что-то пить. Я исчезла вся мотивация, ее не было вообще. Я вообще не понимал, что я здесь делаю, зачем я тут делаю. И вот я собой горжусь, сам перед собой, естественно, до сих пор, потому что я вот эти сутки сумел выдержать. Я пробежал там мало, где-то километров 80 с чем-то, ну то есть ушла там графика. Но вот ровно 19 часов, там другие сутки начались, и все, вот как будто я прошел какой-то экзамен, бац, солнце засветило, мотивация появилась, я все понимаю, все знаю, и я дальше побежал. Это вот действительно как испытание какое-то. Вот тебе дали, если ты сумел в эту дверь войти, поднялся, и тебе новая дверь открывается, и новое пошло. Очень важно в любом длительном беге эта экипировка, но даже не то, что правильный ее подбор, понятно, что если человек в длинный бег ушел, он же знает, в каких кроссовках бегать, и что на себя надеть. А вот именно грамотный баланс этой одежды, особенно это познается, когда бегаешь теми же самыми кругами. И если круг не по стадиону, вот я там бегал круг 1609 метров, и вот во время 1609 метров, во-первых, меняется направление ветра, ну вообще-то бежит как при разной погоде, и получается в одном месте холодно, в другом жарко. Как одеться? Я всегда говорю, что вот я люблю вот так подобрать, кстати, это хорошая школа была, вот с тех пор я вот после вот этих стартов, у меня как-то дружу с экипировкой, я люблю, когда слегка прохладно, потому что если тепло или слишком тепло, это утомляет, и потом это ты будешь истекать потом, это тоже не полезно. Если холодно, можно на короткой дистанции разогреть себя, но на большую не хватит сил, ты будешь тратить силы на согревание. А когда в меру прохладно, это как бы стимулирует тебя не останавливаться, и вот баланс одежды грамотный, это тоже, этого нельзя прочитать ни в коей книжке, это нельзя там узнать от меня как, потому что у каждого свои тепловые, как это, кондиции или как это сказать. Ну, в общем, каждый подбирает сам, но это, опять же, через опыт, который дается, как сын ошибок трудных. Ну и получается так, что, в принципе, любой большой бег, длинный бег, он складывается из мелочей, и любая мелочь может превратиться в большую проблему. Вот это тоже такая интересная фраза, у меня родилась. Нет там мелочей, нельзя не обращать внимания на что-то, потому что, если ты куда-то поспешил, что-то там проблемы не искоренил, надо понимать, что длинный путь впереди. Вы когда осознаёшь, какой путь, и что тебе надо его пройти, желательно с удовольствием. Так, значит, дальше, что очень важно, понимать, ну, в принципе, это перекликается с тем, что я говорил, надо всегда помнить о факторе накопленной усталости. Надо понимать, что вот если, когда меня спрашивают, скажут, скажут, какой там, каким темпом вы бежите, да, там. Я всегда говорю, темпом 100 километров в день. Ну, вот. Просто. А как? Я говорю, вот так. Потому что, во-первых, надо понимать, что вот я себе поставил такую планку, да, и вот эта сотня, я сегодня пробежал, она здесь. Завтра две, три, четыре, пять, они все здесь. Потому что восстанавливаться не успеваешь. Потому что есть понятие сон, это следующий вопрос, а сколько вы там спите? Я обычно говорю, ну, мы не спать, приехали, а бегать, раз. А во-вторых, вот я, например, я иду не спать, я иду совершать обязательный отдых для организма, чтобы он не умер. То есть, обязательно вот ты бегаешь, и час, два, но не час. Ну, вот там, да, у нас был один парень, который 10 суток, он спал по часу в день. Все. Это был его. Я нет, там, два, три. Но дело в том, что это не всегда сон, это, проще назвать, ты просто вылеживаешься, иногда просто со стонами там эти, потому что все очень больно, пытаешься уснуть, потому что, понимаешь, что тебе нужно вылежаться, что вот ноги должны полежать, желательно вот вверх, там, всегда делал так, чтобы. И там я не сплю на спине, там лежал на спине, чтобы все было ровно. Вот. То есть, это как есть, как в туалет ходить. И так же ты обязан какой-то отдых организму дать, иначе он умрет, он не выдержит. Он выдержит сколько-то, но точно не 10. Вот. Значит, и с этой накопленной усталостью надо понимать, что за эти короткие часы ничего не восстанавливается. Ну, выходишь и снова начинаешь бежать, и еще накапливаешь. И даже для того, чтобы удержать вот эту крейсерскую скорость, запланированную, например, сотню в день, тебе каждый день эта сотня будет даваться тяжелее. Вот. И кроме того, что она будет даваться тяжелее, тут еще главное не потерять то, о чем я говорил в самом начале. Не потерять мотивационную составляющую, потому что, вот опять же, шикарный пример, не устаю повторять. Читал еще когда про 3100 миль, вот это есть такой беговой Эверест, до 5000 километров бегут ребята, и вот там лидер один пишет, что ему осталось там 100 миль, он идет первый, и он потерял мотивацию. Я думаю, как? Я точно не бегал в 10 дней. Вот. Ну, как это можно? Вот человек лидер, да, он пробежал столько, он пробежал 3000 миль, ему осталось 100, и он мотивацию, видите ли, потерял, ему бежать неохота. Вот, когда я на себе испытал, когда вот шел это к своей 1000 километров, и когда мне последний день там осталось буквально там миль 30, что ли, 25 пробежать, я выходил из палатки, пробегаю 3 миль, ухожу назад. Просто вот все, вот я понял, что такое потерять мотивацию. Меня все утомило, у меня были силы, у меня было все, у меня просто, я не понимал, зачем мне это надо. Я понимал, что завтра я себе там просто прокляну себя за то, что я это не сделал, потому что такой долгий путь и последний метр там перестать, уже 1000 нет. Вот, но я их буквально вымучил, вот эти 20 там или сколько миль, они все давались с трудом, потому что вот именно вот мотивация это одно из самых главных. Я вот с этого начал. Если мотивация есть, ты будешь и тренироваться, ты будешь и бегать, ты будешь находить старты интересные и бежать все дальше, дальше, дальше. Если ее нет, вот там вот деньгами перед носом махать, ну, как-то ты побежишь за ними, а потом сказать, да, не нужны мне твои деньги, я не хочу, больше не могу, я устал и не интересуют меня они. Вот я буду жить бедным, но не буду бегать. Еще, чтобы убрать, это как маленький такой внутренний, не знаю, секрет или что, многие считают бег монотонным, особенно когда бегаешь по кругу, вообще монотонный. Если трейл, там да, там что-то меняется, а когда ты на одной и той же высоте, вот я для себя внутри такой изобрел разное движение. Оно больше, конечно, в голове, то есть, если я бегу, я не то, что вот как наклонился сильнее, побежал быстрее, там, ну, да, вот как это поздный бег, вот раз, ну, как бы сам, нет, так я не бегаю. Вот, все эти волны внутри. Вот, первый пример у меня был, когда в Питере, раньше была, испытая себя сутки, там был круг пятерка, вот, по улицам. Я просто для себя сделал, что я два с половиной километра вверх, два с половиной километра вниз. То есть, полкруга я как бы бегу в горку, а полкруга спускаюсь с горы. На самом деле, это была равнина. Вот такая волна. Когда бегал там, вот, в Америке по кругу, я просто, как будто, вот, вот у меня внутреннее ощущение, вот бегу быстрее, медленнее там, быстрее, как будто бы, вот как бы по волнам. Ну да, ну хотя там, там если вдруг бежишь по шесть минут, кажется, что ты летишь по три. Вот, то есть, именно вот волнообразность, оно что-то дает. И самое главное, что помнить надо, что в принципе, любой многосуточный бег, вот особенно там у нас как было, это такое комплексное испытание, где бег одна из составляющих. Ну, не только бегом, потому что вот там у нас не было никаких условий. То есть, мы жили на улице, мы бегали на улице, не было теплого места, ты живешь в палатке, если 0 градусов и льет дождь, ты живешь при 0 градусах и льет дождь. Ты не можешь ничего постирать и высушить, потому что 0 градусов и льет дождь. Тебе негде сушить. То есть, вот там все поставлено, то что условий нет никаких. И ты когда туда выходишь, это такое общее, совершенно такое комплексное мероприятие. Если ты бегаешь, то же самое, но можешь в теплой там раздевалке лечь на маты и поспать там, и у тебя там одежда сушится, и ты хотя бы можешь зайти в тепло, это другое испытание. То есть, они все разные. И когда люди сравнивают там, кто как где бежал, и какие там были километры, или что, нельзя никогда сравнивать, потому что у каждого свое. Это опять же, возвращаясь к началу, куча, куча, куча всяких приходящих условий. Исходя от этих приходящих условий, нужно понимать, какое испытание тебе предстоит. Вот. Я даже оставил временные вопросы, чтобы уложиться сюда. Что я не договорил? Как вам кажется? Что я скрыл? А по питанию там какая-то общая кухня? Каждое свое есть? Нет, здесь нет. Никакое каждое свое. Там есть общий стартовый взнос. И питание там, кухня, она как бы такая сквозная сделана. Там очень удобно все сделано. Там все рассчитано на это. Но там есть все. Но там вегетарианское питание. Там точно мяса никакого нет. Но это правильно, потому что он не усвоится. Вот. И в принципе, это много чего. Я как бы, я никогда с собой, я всегда вот тоже, про что я не сказал, я никогда не с собой не таскаю ничего там лишнего. Я всегда на всех стартах, мне хватает того, что дают организаторы. Вот. Единственный раз я обманулся в хорошей стране Израиль, бегал сотню, и там вот были вот такие конфетки одни за большой стартовый взнос. Вот это единственное, когда вот, то, что надо было с собой, оказывается, приготовить на пункты питания. Но не сказали даже местным, потому что меня пригласил местный парень, и он был там изумлен и удивлен. Вот. То есть, это был единственный облом. На самом деле, никогда это не случалось. Там все организовано. Там главное бегай. И еще я не сказал, как раз вот по поводу кухни, очень четко, когда идет, особенно вот многосуточный бег, я вот большой любитель стал логистики. Ты начинаешь понимать, что в сутках гораздо меньше часов, чем кажется. Их не 24. Вот опять, к той же сотне. Объясняю. Круг миля, чтобы пробежать 100 километров, это 63 мили. 63 круга. Вот за эту сотню. Если ты в лагере остановился на минуту, у тебя пропал час. Если ты остановился на 3 минуты на кухне, у тебя пропало 3 часа. Почему я говорю пропало? Потому что это не отдых, это не то, не все, не стираешь, не это. То есть, вот. И у тебя уже 21 час. Вот. Сходил куда-то там в туалет, еще куда-то, и ты понимаешь, что вот бег-то, вот он, время на бег, оно все время уменьшается. Ровно так же, как вот выйти на сотню, там вот лимит там 16 часов, там трейл, да, кажется много, но надо понимать, что где-то ты пойдешь пешком, где-то как-то, там разные будут условия. И ты вроде бы как в среднем ты бежишь, например, по 6 минут, да, а по факту получается по 7. Ну, и ты уже понимаешь, что вот казалось много часов, а их не так-то и много. Вот. Поэтому, когда начинаешь об этом думать, начинаешь в принципе считать каждую минуту, вот как я всегда привожу пример, там начинаешь экономить каждый шаг. Потому что ты знаешь, что вот в размерах этой мили твой каждый метр учитывается, а если ты пошел в сторону по каким-то личным делам, это тебе не считает, а силу ты тратишь. То есть, мозг уже работает так. И начинаешь продумывать различные траектории, чтобы уменьшить их, вот лишнее. Тебе надо там взять футболку, здесь сполоснуть, там повесить, чего-то. Бежишь и просчитываешь, как ты вот пройти лишние, там 20 метров с минимальными затратами. Потому что за 10 суток наберется их много. И ты знаешь, что вот какие вещи должны быть здесь близко к трассе, вот это у нас был пол стола и стул, да, его там вещи висят. Остальные вещи там в палатке у тебя. Какие вещи должны быть здесь, это я называл быстрые вещи, где-то сразу передеться или что-то. Если ты забыл какую-то ветровку или какую-то майку лишнюю, тебе надо будет идти в палатку, а до нее там, ну, метров там 50, грубо говоря. И ты потеряешь время и потеряешь силы. То есть, начинаешь думать обо всем, ты начинаешь экономить, вот, каждый, как я вспоминаю свой первый марафон, когда я где-то на 39-м километре, я моргнул и чувствую, как силы ушли. Воды выпил, силы появились через 300 метров. Вот я чувствовал каждое свое моргание. Вот, запомнил тоже на всю жизнь. Это было не больно, но это было реально. Ощущаешь, как уходит энергия от каждого движения. Вот там начинаешь энергию рассчитывать очень жестко. Вот. Налажено там хорошо. Был взнос 700 долларов, сейчас не знаю сколько, но они полностью все это отрабатывали. Вот. Что еще? Какие? Сколько раз вы сходили? Причина всхода. И когда вы сходите? Ну, у меня можно по пальцам пересчитать. Ну, например, последний мой запоминающийся раз, когда я сошел суток через 6 часов, не потому, что я устал или что-то, а потому, что я именно потерял мотивацию. Это было в то время, когда я вот бегал-бегал сутки, вот у меня там лучшие 192-800, он так им остался. Я, и тогда были не самые простые времена, там с экипировкой, с деньгами и с прочим. И, когда я просто потерял смысл, ну, что я бегаю, вот я опять буду искать деньги там на очередные кроссовки, там, еще что-то. Я опять приеду на сутки, опять пробегу там, ну, не пробегу свои 200. То есть, я потерял смысл и осознанно сошел с мыслью, что буду думать и, может быть, там уйду, я это называю в просто марафон. То есть, как бы, это для меня как пенсия такая вот, да, вот, просто бегает марафон. Вот. И там, как раз, вот мне были сказаны, вот, это был тот переломный момент, почему я его запомнил, потому, что это было осенью, а весной я уже был в Нью-Йорке и бежал 6 суток. И спасибо огромное тому человеку, который мне сказал, в среднем все в Нью-Йорке и самое интересное начинается за сутками. Я вот говорил уже, что каждому надо найти свою нишу. Вот моя ниша оказалась там. Вот многосуточный бег, это мое. Потому, что там, вот, я начинаю всегда спокойно, бегу, я никуда не стремлюсь, я в конце списка и постепенно добираюсь к началу. Потому, что мне нравится поступать, наступать на движение. Я, как бы, на износ, на измор, там, беру себя. То есть, мне нравится, мне просто нравится бег длительный и мне нравится, вот, бежать с той скоростью, с которой я могу бежать максимально долго. Вот. И это, это мое. Поэтому, это было, и в том же Израиле я вышел на 200, сошел ровно через 100, вот, и просто возмущенный тем, как вот ведут себя организаторы. Потому, что мне там уже начали подкидывать какие-то недогрызенные батоны, там, еще что-то, друзья, вот там, оставьте пакет Андрею, там он поест, я говорю, я подбираться, что ли сюда приехал. То есть, у меня, получается, вот, мои сходы связаны с тем, что какие-то моральные составляющие. И, а по физической, да, вот, был сход. Точно помню, приехал в Молодечно, в Белоруссию, был бег, 100 километров, по этому, как это закрыто называется? Манежу. Причем, там была дорожка 200 метров и с такими, с подъемами, и у меня вот, я сошел ровно через 33 километра, я тоже запомнил, у меня совершенно выключилось колено, но выключилось как, просто боль это ладно, а я просто подумал, что вот если еще один прыжок, да, оно подломится, я упаду, когда я понял, что все уже. И я просто сошел, вот, видимо, было связано то ли с подъемом на это, то ли чего, вот такой был сход. А это опять же, вот, то, что я говорил, что надо вот себя слушать, и это с опытом. Почему, почему я не сошел на 6 сутках? Да, вот, почему я не сошел на 6 сутках, вот, когда у меня, вот, я просыпаюсь, у меня обе ноги, воспаленные надкосницы, я просто выходил там и ковылял, вот, еще по 50 километров в день, потому, что у меня просто была задача, вот, продержаться 6 суток, и вот, понять до конца вот это. Вот, если бы я сошел через 3 дня, я бы вот этот предел более не понял. И это было бы мой стоп. А потом, когда я финишировал, у меня была мечта снова вернуться на 6 дней, и просто добежать, просто добежать 6 суток, не потеряв возможности бежать. Это была моя главная цель. Но, пока наступила следующая весна, я вдруг понял, что я хочу на 10. И это был правильный шаг. Если бы я сразу попал на 10, это было бы неправильно. Вот, хорошо, что мне люди сказали, что вот давай сначала на 6, и, да, и вот, потом удивляйся, откуда у тебя такой прогресс? Вот, что ты там, 280 миль, а тут сразу 605. Вот, и, а я говорю, потому что я весь год думал, делал выводы, анализировал. по слову опыт, 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 он там, у меня там раздражал. И когда появился на тот раз, все говорят, опыт, опыт, опыт. И у каждого опыт свой. Как я говорю, когда боль пройдет, когда пройдешь болевой порог. А когда он пройдет, а ты сам поймешь. То есть, там вот, действительно, там все, только на личном опыте, можно понять, нельзя, ни по какому совету, ни почему, прийти. Вот, поэтому, нет, я не страдаю сходами. Больше всего чего боится Лена, что мне надо будет сойти, я не сойду. Вот. Она, эту фразу, кстати, когда-то сказала давно, что у тебя травма несовместимая с бегом, это смерть. Вот, это правда. Потому что я всю жизнь относился к своему организму, как-то вот, как я сюда говорю, как врач к пациенту, да, вот он ему сочувствует, но он умрет, придет следующий. То есть, это борьба мозга, мозга с телом. Тело сопротивляет, тело, оно лениво. Ему хочется отдыхать, а мозг дурного хозяинка, он заставляет его заставлять какие-то вещи. И вот эта борьба с телом, и к нему вот такое отношение, как к чужому, оно позволяет вот куда-то дальше идти. Вот. Вот это действительно, это вот не боязнь умереть. Я когда, вот честно, я когда на свою вторую Армению поехал, я думал, что я первый раз, когда бежал, что там, ну, были там перевалы приличные и прочие, вот, думал, что да, я уже с горами подружился, все хорошо. А когда я понял, что у меня большая часть бега, две трети, пройдет на высотах две тысячи и выше, как минимум, там мне вот две трети дистанции бежать через Армению, и я, честно говоря, я не знал, я выживу или нет. Потому что я не знал, как организм на это сработает. Я вот честно на работе с близкими людьми попрощался, уезжал. Вот, ребят, я где-то могу умереть на перевале и не вернуться. Но у меня вот, потому что всю жизнь, у меня самый интересный процесс, искать пределы возможного, для себя, не для кого-то. Потому что, ну, я просто пробежал, ну, ну, и пробежал в эту Армению. Глаза придумали трусы, да? Глаза? Тормоза. А, тормоза, да, это у меня вот друг, мастер спорта международного класса, беги на 100 километров, он как раз, когда велосипед садист, он это говорит. Тормоза для трусов. Вот. Да нет, тут дело не в трусливости, тут дело, ну, как бы, для понимания, кому и для чего это нужно. Вот я понимаю, для чего мне это нужно. Но это не значит, что это нужно всем, и что нужно всем идти по этому пути. Просто у меня путь, вот он такой, ну, в какой-то мере показательный, что, чего можно добиться, если хочешь. Не хочешь, я всегда говорю, у каждого свой марафон, каждый выбирает свою нишу, не надо никому подражать. Вот. И надо просто слушать, смотреть, делать выводы. Вот я всегда, вот на трассе, там, на 10 сутках, всегда смотрел на людей, смотрел, каким стилем бегут, как бегут, как логистику строят, как чего-то. И все это сюда впитывал, делал выводы. Просто смотреть внимательно и так спокойно, это уже многое, что дает. Это уже дает учебу. Не обязательно читать там учебники. Вот. И как бы слушать себя, я вот принципиально не дружу с медициной, даже вот упал, сломал локоть и вот он сам зарос. Вот. Ровно так же там с остальными. Честно, да, даже на регион не пошел. Я попробовал, хватательное движение есть, есть. Но вот это движение там исчезло или там не мог полгода до носа дотянуться. 4 года прошло, в принципе, почти не болит. Вот. Но потому что ни один врач, но я боюсь, что меня сделают хуже, потому что у меня было несколько опытов, когда врачи не понимаешь в спортивной медицине, чуть бы было там, мне не сделали совсем плохо. То есть могут нечаянно сделать тот укол, который тебя просто убьет. Потому что, когда у тебя организм натянут как струна, он другой. Вот как вот у меня была реакция на таблетку, вот это ровно то же самое. Вот. Как меня вот на Эльтоне, там вогнали в кому, я просто попросил что-то от тошноты, а мне сделали укол, и я потом, ну, раз давление, 120 на 80, опустили куда-то 30 на 50. Был бы я чуть слабее, я бы не очнулся. Это было последним, что вот когда я понял, что я к врачам попаду только бездыханным, когда я не смогу сопротивляться, они там начнут меня реанимировать. Вот. Добровольно я уже вот верю ему, и он сам вытащит. Ну, на самом деле, да. Но это такое, это не пример для подражания, я всего лишь делюсь тем, что вот у меня наработано. Но самый яркий пример того, что я стою перед вами живой, еще хочу бегать, и как бы 100 километров для меня еще скоротечный бег, слава богу. Вот. Да. Два вопроса. Значит, в среднем в месяц вы преодолеваете, ну, в режиме, грубо говоря, ну, там, для своего удовольствия 500, ну, в режиме тренировки. Вот за прошедшее время, там, не знаю, там, ну, 10 лет, или сколько там, 20 лет, у вас что-то болит? Вот просто вот после тренировок 20 километров, 30 километров, связки сухожилия, там, мышцы. Не, ну, сейчас болит коленка, которая разбила бордюр. Вот, например. Это не считается. Это не считается. У меня есть одна беда, которая с каждым годом нарастает, так как у меня плоскостопие последней модели, ну, как я называю, и мне говорили, что я буду с трудом ходить, не то что бегать. У меня вот здесь вот по центру кость вылезает, и там, и там, на этой ступне, и очень стало много кроссовок, которые просто не могу надеть, когда эта кость упирается. Причем, одни колодки там нормально садиться, пусть плотно, но не больно, а есть такие, которые просто вот жмут. Вот, и в процессе бега, или там утром не болит, может вечером заболеть, иногда приходится бежать через боль, и с расчетом, что там через сколько-то километров пройдет. То есть боли есть. Нет, у меня в основном, когда я бегал быстро, это прям марафоны, да, там три, там из трех часов, у меня были там, рвались там мышцы, вот, какие-то там надрывались связки. Когда я стал бегать, вот этот сверленный бег, пошли суставные дела. Вот, то есть, у меня там три года были распухшие голеностопы, после первых шести дней, вот, распухли оба голеностопы, на следующие 10 я вышел, у меня они просто были такие. я вот выхожу, заболит другое. Потом, у меня почему-то все по три года. Потом, поехал когда в Армению, думаю, что у меня там кое в пятку вступил, оказался фасциит. Ну, он тоже с годами это надрывается, эта штука, и с нагрузкой. Там тоже разливался расплавленный свинец в пятке. Три года он там разливался, я с ним бегал, потом раз, думаю, а что-то нету. Вот, да, вылился. И я, когда меня спрашивают по поводу травм, там, колени болят, я говорю, атрофировались. Там это, я выбрал слово, атрофировались. Не, на самом деле, вот таких травм нет. Если бы у меня было все нормально, вот, с этими костями, в ступнях, это единственное, что мне мешает бегать. Вот я, в принципе, всегда практически бегаю на дискомфорте из-за этого. Этого никто не видит, не знает, я все равно бегу, я все равно бегу эти километры, но вот это постоянно меня гнобит. Даже вот в этом году, впервые совершил, вот кроссовки вот здесь вот надрезал. Вот никогда не резал кроссовки, вот, но, потому что, да, это, а больше, вот сейчас, самое-то обидное, что я вот достиг того уровня, когда не болит уже ничего, и вот какая-то бяка, она может, я не знаю, чем это кончится, и когда она может там бег прекратит. Да. Когда этот уровень начался, через сколько лет, вот, когда уже не болит больше ничего? Ну, я, да, но у меня такой не самый лучший пример, не мотивирующий, как я всегда говорю, что я там 20 лет строил фундамент, а через 20 лет начал получать удовольствие от бега. То есть, вот именно лет через 20, после первого марафона, наступило то время, когда мне не надо себя заставлять бежать. Вот, когда бег, это часть жизни, и мне плохо, когда я не бегу. Вот у меня сейчас колено вступило, я там не бегаю и не делю, я страдаю. Причем от страданий, как ломка там без чего-то, да, это просто моральное страдание, потому что я хочу бежать, потому что я когда бегу, мне это приятно. Вот, ну, просто это часть жизни. И я, когда я себя эти части лишаю, вот, самое страшное, это вот себя удержать, ну, самое сложное. Вот. у всех свой путь. Есть, тут очень хороший вопрос, в каком плане, вспомнил. А очень здорово, когда человек начинает бегать, и у него травмы появляются, потому что он уже привыкает, что надо к чему-то терпеть. У меня были люди знакомые, когда бегают, увеличивают километр, а травм нет. Бегают год, бегают два, и вот я говорю сюда, главное, не сломайтесь, когда что-нибудь у вас сломается. Потому что, когда человек бежит без травм, это та же, как из серии, человек бежит на тумбочку, да? Тумбочка лишился, может сломаться. Травму получил, может сломаться. То есть, любые испытания, в том числе болевые, они тоже, испытания тоже нужны, чтобы человек привыкал, что бег, это не всегда праздник, праздник, радость. Вот. Не, на самом деле, у всех по-разному, но я, я не самый лучший вариант, потому что я говорю, был больным человеком, и на меня ориентироваться сложно. Андрей, все люди разные, неправильно. Вот второй вопрос, вот 34 года плюс у вас стажа, где-то вот, ну, примерно, с каких пор там, после пяти лет, после десяти лет, вы уже полностью вот себя изучили? Вот. Хорошо. Что-то где-то отваливается, вы уже знаете, что делаете, что не надо делать уже, что прекращать там, как-то. Полностью себя изучить невозможно, это, наверное, возвращаясь к тому, что сейчас и последние годы совсем недавно у меня закончился процесс, буквально где-то года три назад я себя поймал на том, что я перестал думать, что в прошлом году еще бегать не умел. Вот честно, вот совсем, вот буквально три года там, или там четыре. Мне каждый год казалось, что в том году я не знал про бег ничего. То есть, я когда говорю, что бег процесс самопознания, да, это познание себя в беге, бега в себе, это не пустые слова, я все время, всю жизнь этим занимаюсь. И вот этот опыт накапливается, его вообще много, вот к сожалению, мы не так долго живем, здорово было бы вот еще позаниматься долго, но как бы все равно жизнь продлевает бег, я думаю. Вот, потому что в мозгах-то мне 35, вот, а сколько в паспорте, это другое. Вот, скорее всего, не когда я знаю, где что не отвалится, а когда вот я знаю, как я говорил про боль, что стоит терпеть, а что уже не стоит. Это, наверное, из той же серии, но где-то, когда вот появляется опыт, у меня вот часто бывает, вот, девушка сидит, свидетель, мы с ней пробежали, она приехала ко мне, Наталья в Пушкино, и мы пробежали вместе на 28 километров, она впервые в своей жизни, я с ней, для меня дистанция вообще никакая. Вот мы когда прибежали, вот этот день какой-то был, вот, я вот лег на полу, у меня есть такая поза Иисуса, и умирал там где-то с полчаса, мне было вот токсикоз полный, это вот ровно такой же, у меня было, например, в Армении, когда я первый раз бежал, и там первые 60 километров по Радской долине, вроде Низина, а она же 800 тысяч метров высотой, а я без всякой там акклиматизации, и ровно так же вот мне было плохо, когда ты весь белеешь, самое интересное, что когда вот я вот ложусь на пол, и из тебя из всего вытекает вода, вот из всего, вот просто вот начиная там с кончиков этих пальцев до кончиков тех, вот раз вокруг тебя лужа такая нарисована, и очень неприятное ощущение, когда все там звенит, гудит и прочее, оно мне уже знакомо, я его много раз переживал, особенно после суток, потому что часто вот после суток там люди теряют сознание, шел, шел, раз, упал, у меня был, я терял сознание, падал, хорошо люди ловили, там, которые рядом стояли, вот, и просто уже понимаешь, что страшно, что нет, вот есть состояние очень неприятное, вот как было в тот раз, но я знаю, что оно не смертельно, оно сейчас пройдет, надо только потерпеть, или вот дикое совершенно, когда вот после большой дистанции начинает там сводить судорога ноги, он, что я, а, да, вот Лена знает, да, вот я вот там сижу, там, раз, так пальцы пошли во все стороны курочиться, там, или отсюда вот схватил, и боль дикая, но я к ней привык. Самое смешное было, я помню, когда я бегал в спортмарафон-фест, там, сотню, не помню, в каком, 18-ом, что ли, году, я был один, некому было помочь, и у меня самое, такое, сложное было, потом в своей палатке просто снять носки, там, снять эти трусы, переодеться, да, помыться, я наклоняюсь к носку, меня сводит все, я ложусь, упрямляюсь, терплю, опять наклоняюсь, мне опять сводит все, но нет никого, кто снимет мне носок, вот, вот такие вещи, то есть, ну, понимаешь, что это не смертельно, это как бы с этим борешься, к этому привыкаешь, вот, но, я не знаю, вообще интересно, наверное, уже практически все пережил, что можно, потому что у меня было и колени, и голеностопы, и печень, говорю, вытаскивали там, и по голове доска била, когда бежишь, там, бум, вот, очень часто случается, что вот у меня тоже, это не знаю, это свойство моего организма, или это вообще свойство, я, видимо, умею собираться на дистанцию, то есть, я вот могу пробежать, и меня лупит потом, вот я называю доской по голове, вот сейчас, например, я вот эти 118-ом, пробежал на ультра-100, я нормально финишировал, совершенно здоровый, и у меня вот, Лена еще не поняла, вот этот раз, тут все меня пообнимали, и я прямо пошел, там даже вот видео снимали, финиш, и она сзади идет, такая обижена, а куда это он? А у меня все, у меня уже цель добраться до гостиницы, до нее 900 метров от места финиша, мы специально сняли гостиницу, все рядом, и все, я знаю, что должен добраться живым, я знаю, что будет потом, а потом я сел на кровать, и долго собирался с мыслями, чтобы перебраться там в душ, забраться в эту ванну, и вот на себя поливать, потому что все, вот тебе покидают силы, и самое страшное, где-нибудь там не грохнуться, в этой ванне, то есть вот, но это происходит потом, то есть в принципе, каждый готов собраться, и после 10 суток, такого почему-то нет, что самое интересное, вот я всегда сравниваю, говорю, что после суток, лидеров затаскивают на тумбочку, да, они никакие, у них ног нет, ничего нет, а после 10, ты способен сам на тумбочку, кстати, потому что вырабатываешься, видимо, долгосрочные, и темп разный, километры-то большие, просто уже организм начинает жить в этом, вот, и для меня всегда было страшно, я думал, это как вот длительное голодание, там по брегу 20 дней голодать, например, да, и очень сложно из этого выйти, потом, не умереть, я тоже думал, бежать 10 дней, как потом из этого выйти, там интересно, когда после 6 суток проснулся, и я там утром и не узнал ноги, там такая водянка, вся ступня затекает, там какие-то пальчики такие торчат худенькие, вот, и это каждый раз после длительного бега, вот, там отекает, там ступня, я не знаю, в общем, интересная штука, вот этот процесс самопознания, через вот такие мазохистические вещи, да, казалось бы, он тоже интересен, потому что ты вот думаешь, вот опять, вообще сейчас становится приятно, когда вот, для меня теперь каждая дистанция, это стало вот такой пунктик, я как бы прохожу для себя самого экзамен, я почему поехал сейчас на ультра 100, потому что мы поехали в Воткинск, там впервые проводили суточный бег, и я впервые вышел на сутки, которые не по стадиону или по асфальту, а, можно сказать, трейловые сутки, они, наверное, уникальные, всем советую, вот просто этот пробег изумительный, по лыжной трассе там посвященной, не по горнолыжной, а по лыжной, которая зимой, и вот я за эти там пробежал 170 и набрал 2102 метра еще, набор высоты оказался, и я когда туда ехал, я не знал, чем там кончится, вот этот трейловый бег с этими горами, и как я сутки буду, я думаю, ну, если что, пробегу сотню, там 11 часов, и там сошел, вот, и еще погода была, в среднем плюс 6, и почти все сутки лил дождь, но после того, как я там достаточно легко пробежал эти 170, которые, в принципе, я не очень люблю сутки, но вот, я думаю, а если бы я чуть-чуть поднапрягся и поспешил, я бы свой там рекорд побил, личный, который не мог побить там в молодые годы, и после этого я приехал, я говорю, я хочу вот, там, на бывший Эльтон, сейчас на ультра 100, захотелось вот на эту сотню, это такое спонтанное, потому что я как бы экзамен там прошел, я понял, что да, нормально, организм работает нормально, то есть я способен еще куда-то бежать, вот, и сейчас становится приятно вот с годами, ты все время проходишь вот такие испытания, и ты для себя, это как бы, ну, люди ходят обследоваться в больницу, да, а я хожу обследоваться там на сотню, и по итогам этого обследования я делаю вывод, что да, я еще могу, и я знаю, что я хочу вот на сутки туда, я хочу на 220 туда, и я вообще мечтаю, когда снова откроются границы, я хочу на 10 суток туда, у меня, говорю, у меня свой путь, он не популярный, я информацию черпаю, я вот сейчас, вот спасибо Лене, да, я последние годы, или год, стал там калий, магний регулярно есть на регулярной основе, стараюсь там, и стал с собой на пробеге брать, думать, какие-то вот солевые таблетки, еще что-то, вот, и, наверное, это помогает, наверное, но во всяком случае, чем я горжусь, опять же, внутри себя, у меня, я заметил, что последние два года, меня перестала мучить тошнота ночью, которая раньше всегда была, у меня была большая проблема бегать сутки, потому что ночью, да даже вот там на десяти днях, я знал, что где-то с часа до трех, мне ночью, мне бегать нельзя, потому что меня начинает тошнить, с чем это связано, я не знаю, другие временные, там эти, пояса, там все, это вообще не работает, вот, сейчас оно прошло, но был какой-то вот такой токсикоз непонятный, вот, и теперь мне уже гораздо легче, теперь я, сутки перестали быть, мои нелюбимые дистанции, я могу выходить спокойно бежать, а что мне скажут, ну, я не знаю, но меня это правда не интересует, ну, честно, потому что я, как бы, я ни разу не почувствовал вау-эффекта от каких-то витаминов, вот так вот, чтобы меня проперло, чтобы я вот съел там магний, съел калий, и у меня там не свело икры, все равно сведет, я вот знаю, например, что если начинается жара, и я сразу выйду на большую дистанцию от жары, потому что икры от чего сводят, либо ты не добрал объемов, либо жаркий климат попал свой, да. Да. Про восстановление после, то есть оно так классическое, как после длительных, или там какие-то особенности. Восстановление после чего? После вот этого? Да. Ну, вот тут видно, да, во что он превратился, во мне весу в среднем всегда там 65 килограмм, а здесь было на 10 меньше, вот, как происходит восстановление, вот тут было тяжко, то есть, ну, было, нет, через 2 недели вернулись 5, а еще 5, я ждал еще несколько недель, это, видимо, поел внутренние органы какие-то. Ну, то есть, это внутренние, опять же, ощущения, то есть, вы без реабилитолога там, без... Какой реабилитолог? Нет, я же, нет, 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 я всегда говорю, что я врачей уважаю, как людей, у меня есть друзья врачи, я не отношусь с ним отрицательно, вот, ну, мы все вынуждены ходить, ну, там, к зубному врачу, никуда не денешься, а все остальные врачи, как специалисты, для меня не существуют, то есть, это их профессия, они кого-то там лечат, и еще это с чем связано всегда, потому что много мифов, я вот сегодня не сказал, важно, много мифов слышу, что бегать нельзя долго, потому что сердце там отбубухало свои эти положенные эти, и ресурс, и все, бегать по асфальту нельзя, потому что ты рушишь свой опорно-двигательный аппарат, поэтому трейл полезно, а асфальт вредно, там еще, вот я, вот показатель, что все это неправда, я всю жизнь бегаю по асфальту, я всю жизнь бегаю по дорогам, которые вредные, да, У меня не было других условий, я бегал только там. Я бегал сейчас с работы домой, между двумя городами. Сейчас тоже у меня работа здесь, дом там. Здесь я часть проезжаю, часть пробегаю, когда с работы. Я просто бегать хотел. Я четко знаю, что сердце, оно становится только сильнее. Это, кстати, есть хороший фильм «Испытание сверхнагрузки». Давно-давно, когда я бегал 6 суток первый раз, и РТР сняли, «Наука 2.0» был проект. И если вы наберете испытание сверхнагрузкой, 6-суточный бег, вы увидите этот фильм. И там очень много интересного рассказывают. Там, кстати, увидите. Девушка бежала, да, женщина-оленя, моя подруга. А за ней в желтой куртке бежал я очень часто. 186 или 56 номер. Но там был пример, они единственное в этом фильме не сказали, что парень, он не бегал никогда больше марафона, а она вся, как называют, битая и перебитая сутками и многосутками. Они были разные по уровню, и вот сравнивали их. Вот это вот не хватало. Но там я интересно знал, как мышцы рвутся там, что такое молочная кислота или какая это кислота. В общем, интересные вещи. И там, кстати, прозвучало, что в принципе человек, особенно женщина, у которой больше жировых запасов, это не я сказал, это врач, она способна 6 суток пробежать, в принципе, на своих запасах. И вот эти все кормежки и подкормежки, тут, как бы я говорю, мотивация, это самое главное, потому что мы способны на многое. И нет, не знаю я реабилитологов и прочих. Просто я же сказал, да, что организм, он сам вынужден залечивать свои болячки. И если я сейчас способен совершать вот такие бега, это тоже, в принципе, сверхнагрузка, если она способна, значит, я, в принципе, здоровый человек. Если я способен бороться головой со своими болями, которыми я там в ногах, или там с разбитой коленкой я вышел, она вот мне сейчас, я хожу хромаю, я сейчас бегать не могу, а 118 я пробежал. А потом она снова заболела. То есть я выключил боль, пробежал, и она сама включилась. Ну, организм деваться некуда, он понимает, что я все равно побегу. Вот. Это интересная штука, это такое вот, это все внутри себя. Это, опять же, не для кого-то, это не подвиг. Я никому ничего не доказываю, кроме себя. Потому что никто вообще не знает про эту коленку, например, да? Больше всех видит только жена, например, она видит. Но она мне все время говорит, что ты когда рассказываешь, ты что-то не досказываешь. Ну, все равно. А потому что рассказать обо всем нельзя, потому что когда я там побывал, в этом своем там марафоне, в сотне, в сутках, в десяти сутках, только там, будучи, ты поймешь все сам. Да и ты останешься что-то недосказанное, потому что каждый раз что-то новое. Но зато это интересно, такой бесконечный путь. Вот. Супер. Давайте так завершим официально. И еще пару раз. Спасибо вам, что вы пришли. Я надеюсь, что хоть что-то полезное я для вас сказал. Но даже бесполезное это тоже полезное, потому что мы сегодня поняли, что опыта плохого не бывает. И не бывает неудач, а бывает как бы работа над ошибками, чтобы идти дальше. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...